А мне еще сказали, что в зале тоже есть микрофон. Если очень захотите задать вопрос микрофона, как это в КВЭ не делается, можно подойти и озвучить его. У нас тема называется «Эффективные подходы к эксплуатации зданий образовательных организаций». И тоже вот слово «эффективные». У вас же у каждого здания образовательной организации имеется, да? Здесь нет же директоров, у которых нет школы. У всех есть школы, да? Скажите, а вот теперь, если мы в контекст эффективности именно вашего здания, вы когда-нибудь задумывались над тем, оно эффективно, эффективно по отношению к чему? И, ну, вот, в принципе, в таком контексте размышляли? Что именно? Эффективность использования площадей. Ага. Давайте про площади, а потом про энергоресурсы. А что вы понимаете под эффективным использованием площадей? Чтобы каждый метр, да, был использован максимально, возможно, в учебных целях? В учебных только. Количество контингента. Ага. А мы говорим про здание образовательной организации и использование исключительно в учебных целях? Не только. То есть мы понимаем, что школа как здание обычно, ну, например, в Москве, располагается в интересной локации. И там можно не только для учебных целей использовать, но и для проведения, например, каких-нибудь мероприятий. В Москве сейчас целая программа по созданию на базе школ центров так называемого социального притяжения. Вот. Хорошо. А в учебных целях как вы оцениваете, что это эффективно или нет? На что по временному использованию, например? То есть только как часто это впечатление? И как вы это замеряете? Визуально. То есть у вас экспертное оценочное мнение, вы идете мимо, вечером вы видите, что кабинет химии в 9 вечера как-то используется, вы считаете, что это эффективно? То есть не визуально, все-таки есть какая-то статистика, да? Занятость кабинета. Вы какие-то коэффициенты считаете? Как вы теплое с мягким сравниваете? Ну я имею в виду занятость кабинета химии, занятость актового зала у вас одинаковый идет расчет? В моем случае да. Ага. То есть методика одинаковая, какое бы это помещение ни было. Не, ну уже хорошо, что… А как вас зовут? Май Андрин. Май Андрин, очень приятно. Май Андрин, уже хорошо, что вы на это обращаете внимание. Уже хорошо, что вы какую-то методику используете для сравнения. Ну я бы поспорил, насколько можно актовый зал с кабинетом химии сравнивать. Все-таки актовый зал не только для учебных… У меня просто колледж. А какой у вас колледж? У нас был колледж. А, у вас… А, подождите, а здесь есть директора из Москвы? Нет, мы замы. А, вы замы. А, отлично. О, здорово. Так вы из московской системы образования, коллега. Очень приятно. А, не все. Хорошо. Просто я, помимо того, что в МГИМО, я работаю в департаменте образования по совместительству, в дирекции по строительству школ, консультантом по развитию цифровой грамотности. Я последние два года занимался цифровым проектированием зданий образовательных организаций, BIM-модели, вот это вот все. Я чуть позже расскажу, как только коллега мне сделает презентацию. Там столько всего интересного, вы просто себе не представляете. Немножко про МГИМО. Ну, я говорил, что у меня первый подход Волконского к дубу был сразу после окончания университета. Я не согласился. Потом, шесть лет спустя, я снова сюда пришел, попросил, может, я как-то пригожусь. Вот, мне сказали, чего как-то там это. Я говорю, ну вот в Англии там, в энергосервис, там, давайте экономить деньги. Да ладно, как-то это не особо интересно. Ну, я такой, ну ладно, окей, не интересно, так интересно. Вот. Последний раз два года назад я не просто пришел сюда, да, у меня третий подход как бы был. Я не просто сказал давайте. Я прям посчитал, что из расположения… Здравствуйте, здравствуйте. Очень приятно, что вы все-таки до нас доехали. Спасибо. Из расположения аудитории у нас здание вытянуто университета вдоль улицы Лобачевского. Оно называется «Лежачий небоскреб». Вот так получилось, что мой кабинет находится в противоположной стороне здания, и мой руководитель находится здесь. Вот. И я в течение дня 10 тысяч шагов уже к обеду нахожу. Очень-очень такая работа связанная. Вот. И аудитории расположены именно так, что большей частью выходят на южную сторону. Соответственно, вот эта вот естественная инсоляция. Я помню, поскольку все-таки вуз языковой, и основная направленность это языковая, то аудитории маленькие, языком нельзя заниматься, ну, количество там, эффективно, да. Можно, можно учить 30 человек, но эффективно учить иностранному языку 5-6, максимум 7, включая преподавателя. Поэтому маленькие аудитории, огромные окна, чугунные батареи. И я вам скажу, вот, я помню, февраль, март, оттепель. Вот это вот солнечные дни. И, ну, это как в сауне. То есть ты находишься в этой аудитории, никакого регулирования нету. Чугунная батарея с советского времени работает по-прежнему эффективно. Вот. Нагревает до 30 градусов. Как вы думаете, какая здесь сейчас температура? Вам комфортно? Сколько? 24. Сколько? 24. 24. Кто сказал 24? Ну, золото я так не разделю. Значит, 23,8. Вам комфортно, да? Но это неэффективно. Должно быть 21. И это должно быть вот по СанПину. Я в свое время, когда два года назад занимался реализацией проекта «Умная школа» при департаменте, мы ставили в зданиях обычных школ, в обычных классах, системы управления энергопотреблением. Автоматизированные термоголовки на батарее, датчики на освещение в туалетах. И вот здесь написано, в этой книжке, да, я выпустил специальную книжку, мы собрали, поскольку я профессионально, в общем-то, руководил группой энергоаудиторов, мы делали энергоаудиты заводов, мы собрали вот такой вот набор юного энергетика. Как помните, раньше были юные натуралисты, юнаты, а у нас были юные энергетики, юнергеты. Вот. И мы сделали специальную игру, что они там ходят, измеряют неправильные перетопы, определяют пересветы, недосветы. То есть там или пере, или недо. Тоже помните такой советский хороший был фильм? По-моему, от «Неловимых мстителях», да? Перебор, недобор, когда он там, да, вот эти вот бомбы делал. Вот должно быть точно, 21 градус. Как написано в СП? Да. У меня предложение есть, если с науком не получается, потому что мы за науками. Давайте. Очень приятно, спасибо, коллега. Вот это я понимаю, взаимовыручка. Да. А вас как зовут? Алексей. Очень приятно, Алексей. Что? Алексей, вы же не просто так. Вы знаете, оно прям золото-золото. Есть белое, есть там желтое, а есть у меня вот такого очень необычного цвета. Очень необычного, да? Вы знаете, я задам действительно сложный вопрос, связанный с цифровизацией. Мы же про цифровизацию сейчас перейдем, потому что все, о чем я говорю, все датчики, они цифровые. Все эти термоголовки, все эти светильники. Сейчас современный светильник биодинамический. Циркадный ритм, мы слышали, что такое? Вот он, я чуть попозже расскажу. Циркадный ритм, ну, сейчас могу рассказать. Вот вы встали в солнечный день, солнце такое желтоватое, вот оно, приближаясь к зениту, меняет свою цветовую температуру с теплого на холодное, оно становится белым. Почему вот здесь вот белый цвет света? Это низкое, как-то 3700 кельвины, по-моему, вот. Это так называемый холодный, холодный свет, потому что мы максимально эффективны вот при таком освещении. Поэтому, о, отлично, ну, значит, все-таки дело в видеокарте, ну, ладно. И поэтому современный светильник, и этот светильник, он, получается, повторяет вот эту вот линию солнцу, да, то есть он, вот сейчас вас надо взбодрить. Ну, я и так, мне кажется, взбодрил, я чувствую, хорошая энергетика, у нас эффективно идет занятие, вот. Но если бы вы, ну, как-то вот так у вас, можно кофе взбодрить, а можно взбодрить температурой светильника, вот, сделав его холодной. У нас будет небольшой перерыв там, внеплановый, чтобы я, я сейчас дорасскажу, и мы 2-3 минутки, но мы не расходимся, я кое-что покажу. У меня там же рояль в коридоре стоит, сейчас я его запущу сюда, и вы увидите. И потом он меняет температуру света на желтую, потому что у вас, у всех, наверное, в домах все-таки желтые стоят лампочки. Приятнее, когда желтый, он расслабляет, он какой-то уют. Говорят, вот когда, вы слышали такое выражение ламповый? Вот ламповый, он уютный, он такой вот. И поэтому желтый цвет света, он расслабляет, и когда у нас белый к окончанию занятия меняется на желтый, через там вот, ну, пары в институте, час двадцать, да, мы хотим просто чуть-чуть людей расслабить. То есть в начале занятия мы хотим светом взбодрить, зенит сделать, да, вот солнечный полдень. А к концу мы хотим сделать то, что называется в литературе смеркалось, там вечереет. Вот, и, соответственно, да. И это работает. Немцы посчитали, что с такими светильниками, класс, который оснащен этим биодинамическим освещением, который имитирует циркадные ритмы человека, 25% они сказали, лучше пишут контрольный. Вот. Вот. А ушлые немцы из другой компании посмотрели, слушайте, если, как бы, это круто, и это действует не только на людей, а давайте мы сделаем в теплицах такое освещение и ускорим световой день в четыре раза. И что вы думаете, в этой сети-ферме огурцы в четыре раза быстрее растут. Вот это тоже одно из практических применений этой технологии. Коллеги, а вы готовы? Вы не готовы? Я же сказал, собрать все. Сейчас, извините. Сейчас. Это вот я про освещение рассказал. Я вам сегодня разные буду показывать интересные вещи. И я о необычном золоте, да, вообще, самый сложный вопрос. Про цифровизацию. Все же слышали про цифровизацию. Слушай, сейчас из каждого утюга. Цифровое это, цифровое то. А кто знает, что такое цифровой двойник? Это информация вашей семьи. Все ваши данные собирают оборудование, все эти дни создаются в ваших данных. Ага. А как вас зовут? Татьяна. Очень приятно, Татьяна. Скажите, а чем цифровой двойник отличается от цифровой тени? Потому что то, что вы сказали, это цифровая тень. Ага. Вот понимаю, что Татьяна ответила на вопрос верно, но не совсем правильно. Кто-то может сообразить, что такое цифровая… Ой, 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 ничего себе. Коллеги, а вы мимо шли, да? Вот это я понимаю. А вы хотите? Ты можешь гавкать? Опа. Ничего себе. Это робопес. Его зовут Цитрон. Центр информационных технологий развития образования и науки. Это вот такой небольшой отдел МГИМО, который я возглавляю. Вот. И мы вот сейчас занимаемся разными инновационными штуками. Вот. А знаете, что мне сказал один военный? Он говорит такой, слушай, а эта штука может границу патрулировать? Я говорю, вообще не вопрос. И я такой, вы знаете, а у меня есть идея. Если мы на Цитрона… Вот это вот, все знают, что это такое? Сейчас я достану, вы, наверное, так узнаете. Квадрокоптер, да? Да, это квадрокоптер. Но это не простой квадрокоптер. Это… Ну, когда я его покупал, он был один из самых маленьких в принципе. Иди сюда. Иди сюда. Это квадрокоптер. Я люблю давать имена. Собака Цитрон. Коптер. Коптера зовут Вжик. Был такой мультик. Очень мне нравился в детстве. Чип и Дейл. Вот. И вот я решил подружить Цитрона с Абжиком. Знаете почему? Цитрон сколько работает? Час? Час. Вжик работает 15 минут. Вжику надо возвращаться, батарейку менять. И в общем… И в чем идея? Мы берем… Вот это называется зарядная станция Вжика. Так, ты его тогда… Сейчас пока, да? Просто. Мы… Это называется… Как это сказать? Две технологии соединить. Мы ставим зарядную станцию на спину Цитрону. И получается, он когда вдоль границы бежит, а Вжик сверху летит и патрулирует это все дело. Он через 15 минут возвращается. Здравствуйте. Возвращается, меняет станцию… Ой, не станцию, батарейку. И летит дальше. Помните притчу про Зайцу и Черепаху? Кто там быстрее был в итоге? Зайца или Черепаха? Вы не помните? Черепаха. А почему Черепаха? А, ну, хороший, хороший, интересный вариант ответа. Да, на самом деле Зайца, он очень быстро выдыхается. Вжик 15 минут, а Черепаха час. Но вместе они, вместе Зайца и Черепаха, если они робопес и робокоптер, если они объединят свои усилия таким вот образом, то они за час, знаете, какое расстояние покроют? Мало того, что расстояние, а радиус. То есть он будет бежать вперед, этот будет патрулировать по бокам. Вот это называется эффективность. Мы просто взяли две технологии, соединили. Ярослав, это инновационный центр Сколково. Это самые потрясающие разработки, связанные и с роботами, и вот дальше мы вам покажем виртуальную вселенную. Мета-вселенную, слышали, да, Цукерберг? Что сделал? Я ему так благодарен. Потому что я до него час тратил на то, чтобы объяснить, что такое метавселенная людям. Я сейчас прихожу и говорю, метавселенная… О, это что? Я говорю, да-да, вот это то. Так, но мы это еще в секцию вопросов, там чуть дальше. Так возвращаемся к моему вопросу с самым редким золотом. Чем цифровой двойник отличается от цифровой тени? И тень тоже. Давайте так. Вот мне кажется, чтобы, может быть, мотивация дополнительная появилась, вот это одна из самых редких кепок. Это вообще как бы вот, ну я… Чтобы ее достать, я ее специально для вас заказывал. У вас как зовут? Сергей. Давайте Сергею похлопаем. Да, совершенно верно. Я всегда привожу пример… Мне очень нравится медицинский… Здравствуйте. Здравствуйте. Да, совершенно верно. Дело в том, что медицинский сериал мне очень нравится. «Доктор Хаус» кто-то смотрел? Очень круто. Дэвид Шор недавно выпустил сериал «Хороший доктор». Вы знаете, я всем рекомендую посмотреть одну серию прямо вот в поисковике. Забейте. Этот сериал показывает развитие цифровых технологий в медицине. И там есть серия, когда очень нестандартное сердце у пациента. И они не знают, как поставить этот клапан. А он без клапана умрет там что-то через несколько дней. Они сканируют сердце. Они делают цифровую тень. А полностью вот воспроизводят 3D-сканер, все-все-все. Они подключают специальную нейросеть, которая имитирует жизнь сердца в виртуальной среде. То есть представьте себе, что сердце живет само по себе. цифровая тень – это, в общем-то, копия цифровая, которая повторяет свой аналог, ну, в реальном мире. Свой аналоговый аналог. Давно. Да, к книгам мы с вами придем. Моя любимая книга «Трудно быть богом», мой любимый фильм «Фонтан». И мы с вами поговорим о том, как фантастика. Мы, в общем-то, с вами сейчас живем с точки зрения кинематографа в 99-м году в «Матрице», когда вышла первая «Матрица». Я очень жду продолжения. Потому что продолжение задаст то, что будет через 20 лет. Может быть, даже через 10. Поэтому я обожаю научную фантастику. Помимо Стругацких, это, конечно, Азик, Азимов, ну, потому что я связан с роботами. И в Евросоюзе сейчас законодательство по робототехнике, оно в основе имеет законы Азимова по взаимодействию роботов и людей. Вот. Я про сердце говорил. Да, про это? Да. И я вот просто сейчас, чтобы вот четко, даже если вы ничего не запомните с этой лекцией, я хочу, чтобы вы запомнили самый важный, вот чем очень важный. Если вы когда-то будете кого-то собеседовать, и человек будет бить себя в грудь, говоря о том, что он там знает, что такое цифровизация, и, в общем, цифровая трансформация, очень много модных терминов, которые вот сейчас из каждого утюга, и сделать вид, что ты эксперт, очень легко. Задайте ему один вопрос. Чем цифровой двоник отличается цифровой тенью? И вы поймете, насколько это правильный специалист. Вы можете у него больше ничего не спрашивать. Так вот этот вот виртуальный образ сердца, цифровая тень, живя и повторяя полностью сердечный ритм реального человека, подключенного, да, к аппарату, ко всей этой медицинской технике. В какой-то момент они начали, надев шлемы виртуальной реальности, мы чуть позже покажем вам, и там, например, есть сейчас уникальный симулятор инсульта, как человек себя чувствует при инсульте, чтобы понять, потому что это страшно. И вот эта вот симуляция того, что происходит при инсульте, это тоже разработка коллег Исколковых, это вот прямо цифровые технологии в медицине. Мы будем говорить про цифровые технологии в образовании, но мы неизбежно будем сталкиваться с медициной, потому что в медицине она в авангарде сейчас. Самые большие деньги это вот сейчас там, ну, в силу понятных причин. И в этой серии они, в общем-то, начинают ставить сердечный клапан на цифровую тень. И как только цифровая тень, подключенная к нейросети, начинает реагировать, она становится цифровым двойником. Как только виртуальная модель живет своей жизнью, они, по-моему, 30 раз убивают виртуальную копию. 30 раз. То есть это они бы вот в реальной жизни 30 человек вот таким вот образом. И на 31-й у них получается. вставится клапан, работает все. И они спасают жизнь пациенту. То есть вот это самый яркий пример, наверное, и самый понятный. Вот. Ну, если мультик вспоминать советский, там, про ковбоя, там, тень у него оторвалась, физическая тень, и куда-то пошла, стала жить своей жизнью. Это вот тоже как пример. Да. То есть, ну и дальше еще, ну если совсем хотите помучать, да, человека, я расскажу про цифровых деймонов, про цифровых мигрантов, про цифровых протагонистов. Это все те термины, которые, ну, вокруг которых вот моя, например, диссертация сейчас. У меня конвергенция. Здравствуйте. Ой, как хорошо, что вы до нас доехали. Спасибо. Да, я тоже очень рад. Вот. Мы немножко здесь уже, ну, вы тогда у коллег там спросите, да? Да. Конвергенция традиционных и виртуальных методов управления. Я буду рассматривать цифровые модели бизнес-процессов. Бим, слышали? Бим. Building Information Modeling. А как по-русски? Пим. Построение информационного модуля. Пим. Мне не нравится. Мне категорически нравится. Они сделают это… Ой, здравствуйте, здравствуйте. А вы, наверное, Никита. Очень приятно. Наконец-то мы с вами. Все, мы достигли. Да, отлично. У нас фулл хаус, коллеги, у нас фулл хаус. Да. Мы, наверное, сейчас… А, у нас как, час двадцать же, да? Ладно, Никитич. Я просто, на самом деле, я никогда не вел так лекции, поэтому я заранее извиняюсь, если я что-то делаю неправильно, вы мне потом обязательно скажете, потому что я очень люблю конструктивную критику. Прямо в конце при всех в лицо скажете, что не понравилось. Что понравилось не надо, а вот что не понравилось. Как вы бы хотели, чтобы наше занятие, может быть, прошло… Да, может, там я отвлекался на что-то. Там робопес, что-то такое вот. Ну, понятно. Так, я отвлекся. Я о чем-то говорил. Я говорил о том, что Пим… Ну, не звучит. Они называют это цифровая информационная модель. ЦИМ. Мне тоже не нравится. И самое интересное, что Бим, само словосочетание Бим, оно уже стало совершенно… Ну, традиционно. Мы же… ВУЗ никто не расшифровывает, КВН никто не расшифровывает, да? Там какие-нибудь… Какие еще… Мне почему-то дальше там ФСБ пришло, да? Не знаю. Ну, то есть есть какие-то знаковые… А, МГИМО. Как расшифровывается МГИМО? Нет. Московская городская инновационная модель образования. Не знаю, что там за институт. Вот. Я просто к тому, что можно по-разному расшифровывать вещи, которые, в общем-то… Ну, уже вот аббревиатуры, которые сами по себе стали словами. ВУЗ, МГИМО, БИМ. Так вот, как МГИМО можно по-разному расшифровать, так и БИМО можно по-разному расшифровать. И для меня пазл сложился, когда я в своей вот этой вот представлении, там план работы надо, там столько бюрократии. Я говорю, я хочу написать работу. Нет, ты должен сначала там вот пройти вот это все. Ну, окей, ладно. Пройдем. Как бы кто хочет, тот пройдет. Бизнес, информационное моделирование. Трехмерный калькулятор будущего. У нас сейчас венчурный фонд будет при международном… Как он называется? Факультет МБДА международного бизнеса, делового администрирования. Венчурный фонд, где студенты будут делать свои стартапы. И я вот сейчас декану предлагаю, давайте мы их будем делать в БИМе. Он говорит, в чем? Ну, в Ревите. Он говорит, в чем? Ну, в метавселенной. А, в метавселенной. Вот. И там можно представить себе трехмерный небольшой бизнес, какой-нибудь цех по производству пирожков. У нас будут цифровые модели оборудования, цифровые копии сотрудников. Вот. Они называются цифровые деймоны. Это устойчивый термин. И я настаиваю, чтобы вы его произносили на английском, потому что на русском это демон. Цифровой демон произносить не надо. Сами знаете, еще какие чувства оскорбим. Не тех. Вот. Сейчас лучше. Поэтому деймон. Это вот копия работников. Копия менеджера, она подключена к нейросети. Это цифровой мигрант, потому что менеджер там может какие-то принимать решения, как деймонов куда ставить. То есть деймон – это просто функция. Цифровая копия работника с самой, ну, такой вот функцией, которая не требует принятия решений. Нам не нужна нейросеть для того, чтобы там замешивалось тесто. Это, ну, то есть как бы он делает одно и то же, вот как у Форда на конвейере, да, там. И здесь то же самое. А вот управленец, он уже какие-то решения принимает там. А вот сегодня в моде рогалики. Значит, надо поменять рецептуру. А раз там какая-нибудь инстаблогер с каким-нибудь круассаном новым появилась в сети, и все срочно стали, запросы в Яндексе увеличились на круассаны с каким-нибудь там молочно-малиновым пролине там искать. И управленец должен на это реагировать. Управляющий пекарник, который не проверяет ежедневный инстаграм, он не в теме, он не цифровой. И вот уже у такого управленца это цифровой мигрант, потому что он подключен к нейросети. Вот. И мне такой факультет, этот декан факультета говорит, слушай, так интересно, а что так можно? Я говорю, а что нельзя? От того, что это кто-то не делал ранее, это не означает, что это нельзя делать. Это означает две вещи. Либо это не нужно делать, ну потому что сделали, не получилось, зачем квадратное колесо? Наверное, не нужно. Либо это действительно просто никто не делал, и вы можете быть пионерами. И когда я говорю про здание школы, цифровую образовательную модель на основе цифровой BIM-модели, что ее можно насытить цифровыми копиями, деймонами, цифровыми мигрантами, как вы думаете, кто такой цифровой протагонист по этой аналогии? Кто в школе будет цифровым протагонистом? Если мы говорим, что копии — это, скажем так, просто исполнительский состав, который не требует принятия решений, мигранты — это учителя, которые принимают решения каждый день, и они должны быть подключены к нейросетям, а в идеале к нейросетям, ну вот если, например, я на себе, я вот сейчас свою цифровую копию делаю, пока только цифровая тень, потому что моя цифровая копия очень сложная, мне там надо, чтобы она знала английский, испанский, арабский, владела эконом-переводом, теориями менеджмента, математикой хорошо, инженерией, то есть очень много данных, чтобы просто она приблизилась ко мне, ну вот в плане моих знаний. Так вот, исходя из этого, да, что я вот делаю, ну вот свою такую копию, делаю ее цифровым мигрантом, как вы считаете цифровой протагонист? А почему? Не знаю, не знаю. На самом деле вы можете дать ответ, который будет более правильный, чем мой. Я потом дам ответ. Так, еще кто какие варианты? Дети кто-то сказал. Почему дети? Дети. Главный герой один. А детей-то сколько? Ребенок как распределенная сеть, как блокчейн. Слушайте, мне прям очень нравится ваше… Вы не уходите, пожалуйста, после занятий. А, и ноутбук тоже, да. Так, слушайте, я вам, наверное, кепку… А, я вам дал кепку. А, все, отлично. Слушайте, ну вам, может быть, даже второй дам. Ну да, вы, кстати, очень интересная мысль. То есть ребенок как совокупность разных детей. Это очень круто. Так, еще какие версии? Можно я вам… Вот этот у меня с собой нету, но я принесу ее потом. Я в перерыве схожу. Это кепка. Все, да. Протагонист – это директор школы. Сейчас директор школы, вот в Москве, да, это порядка там бывает 20-30 зданий школ, 7 тысяч, у нас, по-моему, в МГИМО 10 тысяч. И когда я с директором большой московской школы общаюсь и у него или там у нее 10 тысяч детей, я понимаю, что это не директор, это ректор школы. Ректор. У нас в проекторате 10 проекторов. У директора сколько замов? Вот. Мало? Нормально. Достаточно. Кто считает, что много? Ой, или недостаточно? 6. Так. Сейчас 4. Вы хотите сказать, что вот у нас у ректора 10 проекторов, вы хотите сказать, что много? Не надо это говорить, только между нами, ладно? Я с вами совершенно согласен. Более того, как только у директора появится его цифровой двойник, который будет протагонистом, у меня будет про исхака Адизиса, кто-то слышал? У меня будет отдельный слайд про исхака Адизиса и как вот то, что нельзя быть управленцем высокого уровня из-за вот этих вот лакун, я покажу вам это отдельно. Поэтому, да, на самом деле, да, зам один достаточен, если вот у директора копия и у зама копия, и эти копии там общаются друг с другом. Поэтому, да, этого достаточно. Так, у меня просьба, давайте мы с вами на 5 минут прервемся, мне надо сходить за кепкой и попить. Все. В коридоре кулер, да, пожалуйста, наверху кофе. Ну, как бы, и мы продолжим, я заодно свою презентацию сейчас запущу, и через 5 минут у нас будет уже с презентацией. Спасибо. Так, ну, в общем, поехали, поехали, да, как сказал Юрий Алексеевич. А еще он сказал, у меня вот начинается мой телеграм-канал с того, что, со ссылки на Гагарина, что настоящего человека, кто помнит, что отличает? 4. Это тоже кепка будет. 4 качества, которые отвечает Гагарина, точнее, настоящего человека по версии Юрия Алексеевича Гагарина. Я всю жизнь, точнее, в свое детство я провел в Литвеске дедушку с бабушкой на улице Савковского. Вот, там еще улица Королева лярнала, да, и я обожал ходить вот в этот взлетный, там, вот в этот дворец культуры, взлетный. Я, в общем, космосом интересую саму в Литвеске. Миллионик, он... Миллионик, он... Понятно. А чем у вас пользуются? Ну ладно, ну так не считается. Я давно буду... Так, хорошо, а тогда поясните, и, может, кто будет, почему? Не-не-не, там, это... Нет, я давно живу горячий цвет, потому что человек должен, ну, видеть, чувствовать, да? День человека. Нет, нет, подожди, жизнь чувствует что? Ну, должен жить человеку, да? Вот я сейчас живу, чувствую, у меня горячий цвет. Жизнь. Жизнь. Идеи, идеи, да, должны гореть. Нет, когда я устраивался сюда на работу, просто не посмотрел, потому что ты мог, что умею. Вот. Но вам что понравилось именно это, на собеседовании? Мне понравилось, что я верю в то, что я делал, именно верю. То есть вы должны каждый день просыпаться горящими дрожами, потому что у вас горит сердце, бывающими, и подвозные. И вы действительно должны в это верить. И тогда эти люди попадают туда, именно в космос, там, еще куда-нибудь. Димон. 13 лет у меня занял, чтобы туда попасть. Почему? Потому что вот горело. Да, вот это. Так. Дальше. Холодный ум делается рационально, а не рационально что в случае космонавтов? Что делается? Космонавтов? Шейки. Промывайте шейки. Благодарим сладко принимайте в жены. Да. На самом деле вот это, знаете, палка от двух концов. Вся цепровизация, это мощнейшее оружие, вот, точнее технология, которая может быть и оружием, и благом. Это как есть. Мога отправится. Все? Мога отправится. Да. Потому что, послушайте такой, да, пример. Современный самолет и вообще длиннее, чем вся в авиастоиме. Его компания «Воим» предназна. Потому что вот эти трехмерные базы данных, элементы, когда каждый элемент отслеживается, каждый бинтик срок службы. Потому что там, если вылет устроен какой-нибудь бинтик, у которого вестер срок службы – это авиакатастрофа, поэтому они концепцию с информационным моделированием с трехмерными базовыми датами, придумали еще в далеких двадцатых местах сезона. И потом это уже. И вот в авиастроении сейчас настолько все технологически уже продминулось, что пилот не нужен. И я вот когда слышу, что мы никогда не заменим пилота, я не хочу, чтобы пилот вмешивался в процесс полета. Потому что человеческая ошибка, человеческий фактор. Сколько раз мы слышим про человеческий фактор в отношении автопилот сейчас способен поднять самолет, ввести его в воздух и ввести. Человек там не будет. Но мне скажут, как так? В нейросеть ведет самолет. Самолет, кстати, проще, чем автомобиль. Потому что вы, наверное, замечали на дорогах в Москву диагноз Саутграй. Да. Уже несколько лет они по одними тем же маршрутам, по одним маршрутам. Ну, вы знаете, статистику, количество авторов патастроф в разы превышает, количество жертв в разы превышает, как то, что в авиастроф. Просто в авиастроф – это страшно. Прямо. Хотя по статистике самый безопасный автор. И он тем становится более безопасным, чем там меньше вмешательства человека. И вот управление без человека, роботом, нейросеть, она на всю регию, она будет учитывать погоду, она будет учитывать движение других. То есть в области это идеальная среда для создания автономных, вот этих вот движущихся, летательных объектов. Психологически, окей, я понимаю, что люди в первое время не все такие. Потому что я вот первый взял билеты. Более того, эти билеты, они бы стоили на такие самолеты, на такие рейсы, гораздо дешевле. Пилоты. Вы видели когда-нибудь пилоты? Как он себя ведет в обращении? Ну, в смысле, это супер самоуверенный человек. Это человек, который себя считает богом. Там такое гиперэго, гипертрофирование. Я просто знаю несколько спортов. У меня мой дядя, да? Я помню, с каким он вообще входил в выражение в лица мужчины. Я пилот. Слушай, парень. Ну, не забит, да? Ты такой же, как и таксист. У тебя скоро, в общем-то, заменят машину. Ты просто слишком самоуверен. Подготовка пилотов миллионам близко. У них зарплаты, извините, вице-президент партии меньше получает, чем пилоты зарплатами. Поэтому, окей, там останется кто-то на подхвате стюардесса со знанием управления какими-то частичными. На случай, если надо будет за этим ходить. А так все это автономное совершенно. И это удешевление. Запомните, пожалуйста, да, вот еще одну вещь. Что такое эффективность? Мы с вами с этого начали. С отнесения затрат и результатов. Затраты. Научно-технический прогресс так устроен, что он бьет по затратам. Он снижает то, что мы тратим деньги, увеличивая. Поэтому цифровизация – это про то, что, а не может ли эту функцию выполнять машина? Компьютер. Спербанк умолил всех юристов, которые оформляли препенсионные эти договоры на взыскание просрочных работ. Юристы там не нужны. И там сейчас это все делают. Эта инфицированная система юридического направления. Поэтому с телокированием в общем-то так. И это будет дешевле. Но не согласен. Вы согласны, что это вкусно? Вы говорите, нет, я не согласна. Я не согласна. Это вкуснее. Я не про это. Ценообразование в экономике, оно отделяется спросом предложений. Абсолютно. Я о другом. Я о том, что себестоимость полета, она будет влиять в том числе на то, что ловкость. Ловкостеры, победа, они же выкидывают все, они уменьшают, они на маржинальности просто минимальной работы. Поэтому если они увидят, что они могут сэкономить ловкостеры, они точно. А ловкостеры они друг с другом конкурируют по одному параметру, по цене. Да, я знаю. Цифровой протагонист. Я знаю. Да, это же вы самый главный человек. Да, я знаю. А он зачем должен быть там? Почему он не может быть на земле и управлять сразу на сетью? Знаете, возможно, в 90% кучах я согласен, что эффект будет. Так. Можно еще? Подождите тот счет, да. Но, тем не менее, да. Ситуации, которые, я не знаю, что двух можно, полагаются на стюаре решить. Хороший стюард, который... Давайте тогда эту ситуацию представим, визуализируем. Так, вот мы в полете. Нами управляет протагонист, который находится в тупе, на земле. Что происходит такого, с чем мы с вами не можем справиться? Мы с вами два стюарта, которые... Да, я не прямо в этом самом деле. Так. Давай, отмечу. Так, давайте тогда представим экстрементальную ситуацию, с чем в полете не справится машина с нашей помощью. Двух стюардов, которые относят кофе и немножко знают, как управлять самолетом. Да, да. У нас... И что это, именно, не там отдача, которые управляют парадик, да? Что происходит у вас двигаться, что стоит ближайший полхозяйник, да? Чтобы их не повещать. А происходит то, что называется... А то, что вы не могли... Спасибо. Вот я и хотел бы, чтобы вы рассказали... Очень интересно, коллеги. У нас коллега из авиационной отрасли. Ну, не из авиационной уже, да. Он сейчас описывает экстремальную ситуацию в комплекте? Ну, нет. На самом деле, как бы... На борту судна воздушного, которая требует нахождения командира корабля... Вот, а я ему противоречу. Я говорю, что командир корабля может командовать 10 кораблями воздушными из ЦУПа, там находящегося... Ну, в общем, дерьмо. Да? Да. В целом, конечно, идея понятная, но... Просто я говорю, непредвиденные ситуации поэтому и называются непредвиденными, потому что... Конкретно обозначить... Ситуацию непредвиден, потому что она непредвиденна. Да. Мы ее не можем увидеть. Да. А-а-а-а. Мы ожидаем возникновения каких-то чрезвычайных ситуаций от каких-то узлов. А происходит ситуация с тем узлом, который мы не брали во внимание. Вот тот какой-то винтик, да... И как командир корабля с этим видеть? Многолетний опыт позволяет ему отреагировать нестандартным способом. А почему он не может отреагировать? То есть он должен физически находиться на... И вы недостаточно знаете со всех камерах. Человеческий мозг — это удивительная штука, которая складывалась миллионы лет. А-а-а. И современные нейросети, я не нашел подтверждения того, чтобы они могли его полностью заменить. Да. Вы уже затронули ту область, где, может быть, я чуть-чуть больше знаю вас. Да. А вы слышали про квадровые компьютеры? Разумеется. Да. Последний рубеж, который пал перед нейросетью — это игра, да? То есть вы помните, как это развивалось противостояние Каспарова и компьютера? Я напомню. Каспаров сначала купили вообще легко. Потом они проанализировали, как он играет. И ему уже чуть сложнее стало. И он понял, что соперник учится на его... Это вот я как сдавал этот GMAT, когда я уже хотел короткий. Там тест GMAT, вот чтобы сдать 700+, всего 5% из 200 тысяч людей со всего мира сдают. Почему? Адаптивный тест. Он каждый следующий вопрос, он дает сложнее, он чувствует, где ты ошибаешься, и ты с машиной экзамен сдаешь. Я сдавал там четыре раза и сдал только на пятую. Ну, с моей подготовкой. Я просто к тому, что современная нейросеть, она обмечаемая. И когда он стал... То есть последнее, что он смог сделать с этой нейросетью — детские ошибки. Он повредил. Они потом взяли и подкрутили по дороге с детскими ошибками. И он проиграл. Последний рубеж, который пал перед нейросетью — это игроком. Это вот буквально, по-моему, в прошлом году и год победил нейросетью. Чего нейросеть не может делать? Пока. Вот я в институте увлекался тем, что там на первом, втором, третьем курсе патентовал настольный шаг для четырех игроков, шаг для компьютера. Ну, да и сколько. И придумал правила игры. Вот это то, что не может сделать пока нейросеть. Не хватает очистительной мощности для творчества, цифрового творчества пока вот в таком явном виде нет. И вы, о чем вы говорите, про эволюцию человеческого мозга, которая, в принципе, может быть замоделирована. Я сейчас объясню так. Вот это, да, это действительно то, что он выиграл в бо, но придумать новый вид шахмат — это никакого пока не нужно. Какая мода? Кватовый компьютер. Дэта Браун кто-то читал? Да. Последний роман «Происхождение» он об этом. Я очень рекомендую, даже если вы относитесь, ну, там вся его, конечно, образа религиозности, знаками, фотографии, чарковые демоны, это мне тоже не очень нравится. Хотя там тоже есть какие-нибудь интересные смыслы. Но «Происхождение» прочитайте обязательно. Там описано ближайшее будущее квантового компьютера, который сейчас в Мозане. Мы сейчас вот пытаемся с ними наладить взаимодействие. Крицер — самый мощный компьютер в мире. Квантовый. Который считает для другого коллайдера этот расчет. Поэтому то, что вы говорите, мы же с вами не предвидели появление смартфона. «Происхождение» Я как бы согласен, да. Я понимаю, но это, поймите, я вот когда его увидел первый раз… Вы, кстати, не боитесь его, нет? А вот если бы я зашел без Ярослава, вот со следующим, который… Это творение. Мы сейчас приобретаем новую модель. Понимаете? Правильно? Вот это уже страшная вещь. Поэтому у меня самый первый фильм был, который в свое время, в 91-м году, из Германии отец принес видеоплеер. И жизнь разделилась до видеоплеера и после видеоплеера. Вот «Терминатор-2» — это такая страшная… Притом, что мы его смотрели, полфильма и просто цифровая музыка. Но я до сюжета ушел, и я понимал, что в 2000-м году у нас роботы работят, Skyman, C2. Поэтому в нас это сидит на… вот боязни перед машинами, перед нейросетями, она в нас. И это нормально. В комнате нет. Вот тут была идея, опять, да, с правового протагониста, как сборного вот детей. Это уникальное поколение. А вот даже сейчас… Настя, Настя, а как они называются? Не «зумеры» же, да? Потому что они в другом. Да. Зумеры, да. Вот эти «зумеры», они как называются? Вот эти, да. «Бумеры». Они «бумеры», а вот Настя — это представители уже «зумер». Да, это моя очаровительная помощница, студентка первого курса, Настя, международной правой. Нет, факультет управления политикой. Управления абсолютно… Причем миллениалы между «бумерами» и «зумерами». Да, 90-е. Миллениалы, да. 90-е-е тысячи. Ну вот, кстати, да, Настя, мне кажется, не миллениалы. Это совсем маленький зумер, который… Нет, нет. Это 2000-ый плюс. А, 2000-ый плюс? Да. 99-ый, это как же понимал. В каком возрасте взяла в руки смартфон? Ой. Я точно помню, что у меня с Великой ВКонтакте было с шести лет. То есть я пользовалась компьютером уже. Ну, смартфон был, да. Шесть лет. Садик, школа уже был. То есть вот такие. Вот, вот. У них вообще как бы… Если я увидел компьютер, который отец вместе… То есть мне в шесть лет потрясло вот две вещи. Это вот видеоклеер «Терминатор 2», а еще компьютер он работает. Вот мой отец работал на заводе военном, и он притащил огромный компьютер, ну, для работы, и поставил… У нас когда-то была квартирка, и этот компьютер четверть комнаты ночью занял. Здоровая такая махина. И я увидел «Тетрис». Я видел, как мама ночами играла в «Тетрису». У меня мама в тот момент, это был… 91-ый год, она стала чемпионом по «Тетрису». Она продала какого-то японца. Прям двумяратно просто. И отец такой, слушай, мы уже за эти деньги там… Ничего, ничего, ничего. Вот. И я это увидел, да, то есть я с шестиверц компьютерный. Потому что отец нам не дарил игрушки, не дарил вот это, а он нам приносил новый материал. И я просил у отца на день рождения, может быть, видеокарта. Мне ничего не надо было, мне нужна была более мощная видеокарта. Поэтому каждый год отец… Иногда пропускал это, да. Поэтому, да, его, в общем-то, то, с чем вам нужно работать, дети-то другие, да, вот этот цифровой программист, если мы соберем его ответ, да, он получает… Единственное, кто для чего категорически против, да. Я сейчас вижу современных родителей, которые считают, что цифровизация их детей, она заключается в том, чтобы два годика он кричит, плачет, ему подсовывают планшет. Ну, не надо это делать. До шести лет. С первого до пятый год. Никаких гаджет. Никаких гаджет. В шесть можно. Поэтому не надо. Это называется платимичность. Цифровой аутизм, да. В общем, есть очень хорошее удивление. Цифровой аутизм, когда они смотрят на стекло и пытаются увеличить, чтобы оно увеличилось. Писать, по-моему, считать. Но писать, читать я вам про себя тоже расскажу. Я очень долго не могу ни читать, ни… У меня очень было заторможенное развитие. Но я очень долго на это читаю. Так, все. У нас времени ровно в час двадцать. Начинаем лекцию как поправильно. Это был пробок. Прелюдия, да. Предварительно вас погрузить просто в контекст. Потому что не очень важно, чтобы те вещи, которые я сейчас буду вам рассказывать, чтобы вы понимали, в каком информационном контексте широко мы находимся. То есть мы знаем сейчас про цифровой двойник, а про цифровой тень отличается. Мы знаем про цифровых деймонов, миграторов, про цифрового протагониста. Вы сейчас эту информацию воспримите лучше, да. Я вас немножко замариновал в таком случае. И сейчас эту информацию. Поэтому вы, наверное, это слышали, да. Это Джек Май, это основатель Alibaba, один из богатейших людей современности. Он говорит, что в принципе за 200 лет мало чего изменилось. Мы по-прежнему, вот я здесь, вы там, я что-то рассказываю. Я единственно хочу в формате диалога. Мне очень нравится. Почему я так веду лекцию? Потому что я был на вашем месте 13 лет назад, и потом я попал в Англию, да. В Англии они также сидят. Но в Англии преподаватель ведет лекцию так, как я ее веду. В диалоге. Я пытаюсь сделать так, чтобы вам было интересно, чтобы вы не скучали. Для меня ужасно, что вот коллега в телефоне сейчас что-то пытается найти это. Ну, правда, это значит, что я что-то неинтересное расскажу. А, это многозадача, коллега, подождите. Ну, если это что-то... Это уже эта функция по Ицхаку Адизусу как раз. Многозадача. А, Ицхак Адизус. Ицхак Адизус я сейчас покажу, как это будет. Так, значит, мы говорим про то, что учить-то надо не тому, что в итоге машина будет делать лучше водить, там, автомобиль, управлять самолетом, ну, какие-то расчеты. Надо учить чему-то уникальному, с чем машина будет справиться. Общением. Человеческими, ну, какими-то качествами. Коммуникативным качествами. Soft skills. И то, что вот я сейчас развиваю в университете, в том числе не в рамках вот того, что мы выиграли фиалитет 20-30 и в рамках взаимодействия со школами, мы здесь проводим школьные... Школьники приходят из... Так, а так скользко? Лучше микрофон. Бег без микрофона. Лучше. Хорошо. И каждую субботу приходят школьники, и я смогу это современное новое поколение, и им очень это все нравится. Особенно про меня это все время. У меня на, это, на Телеграм-канале «Свободи мидов» есть маленький ролик. Мне очень нравится «Висней». Я когда был на форуме женского лидерства... Я хочу сказать, что это высотой. Это очень эффективно. Вот вы сейчас посмотрите соотношение женщин. Это поразительно. Оно примерно такое же, как и вот на лекции. Неделю назад из 36-ти вузов приезжали студенты. У нас был форум, интернет-форум. Интернет для молодежи, самого амбуксмен. И я тоже читал лекцию. 80% девушек. И все что-то с таким интересом смотрят и слушают. И как-то, в общем, да. Ну, нормально. И я понимаю, что из этих 80% они прямо, ну, половина активных. Ну, может сидеть. Несколько парней сидят просто с телефона. Что-то там пишут. Вопросы задавали. Один парень мне очень понравился. Он медик. Ну, он медик, он как я тоже. Ботанник, очкарик. Мы с ним очень хорошо с тобой говорим. Но вопросы задавали в основном девушке. Это про женское лидерство. Оно сейчас реально вот на каком-то бешеных подверг. Парней немножко гнобят вот этими всеми вещами, так что аккуратно там с комплиментами. Естественно, сейчас, например, многие фильмы, которые были, да, вот в 90-е годы, сейчас нельзя показывать, потому что там оскорбление, умирается, и лишний раз уже не думаешь, уступать месту женщине. Не считай не уступать. Или там предложить оплатить. То есть, как бы, начинаешь задумываться о таких вещах. Я вот с отцом разговариваю и говорю, пап, ты вот если бы за мамой ухаживали сейчас, вот в этих условиях этого эмансипации, равноправия и прочего. Он говорит, я бы, наверное, её издательствовать. А как я покажу, что она будет различной, если она всё сама? А зачем ей тогда? И вот я смотрю на это женское лидерство, на то, что эти… Ну, и мужчина-то не нужны. Это так. Они настолько самодостаточны, что у них только головная боль. Правда. Вот если так и смотреть… Видно, что это классно надо делать. Сами с собой идут. Выиграл. Да, выиграл. Давайте мы сейчас уйдём в область… Да, у нас осталось час 15. Мне ещё вам показать 20 слайдов. Так вот, к 30-му году Томас Крей считает, что самая крупная компания в интернете будет образовать. Эдюдейнер, зачем нам просто так смотреть сериал? Зачем нам просто так выбирать какую-то мою игру, когда с помощью технологии виртуальной дополненной реальности, гидрофизического взаимодействия, то, что называется «пиджетом». Вы что-то в реальности поменяли, а оно в виртуальном военнике поменялось, и наоборот. Мы можем учиться. Мы можем в этой метровселенной не просто жить. Мы можем черпать там знания, находясь внутри какого-то учебного сценариуса. И вот эта компания, которая будет… Я думаю, что она будет при каком-то интересном университете. При каком-то, где знают, что такое сериализация. Где правильные люди занимаются сериализацией. Где занятия проходят с роботами, где есть… Ну, не есть пока будет кафедра виртуальной дополненной реальности. Мне очень хотелось, чтобы такая компания возникла при университете. А в идеале при нескольких университетах. Ладно, Никитич, да, я упоминаю другу, ему надо как-то поговорить. Это называется инструментальная педагогика. Маленький пример, да, я говорил, что я очень поздно начал считать. Я не понимал, что такое вот эти цифры. И пока меня детство не взял себе в гараж, он профессиональный водитель. И он меня в гараж брал, чтобы я ему помогал чинить его «Жигули». Я как помогал, да? Ну, я потом говорил своим друзьям, что я помогал. Он мне говорит, принеси мне ключ на три. Ключ – это вот такой ключ. На пять, на семь. Вот я до сих пор нашел у меня ключ на восемь, на связку ключа. Да, я считаю. Восемь – он бесконечно. И вот так до семидесятого. Он просто был водителем «Белаза». А «Белаза» – это такой огромный, карьерный. И у него были самые большие ключи. Вот ключ на семьдесят – это очень тяжелый, большой. И я когда понял, что цифра и число, она в реальности означает размер и вес, у меня как-то фазлы сложились. Вот это про инструментальную педагогику, про взаимодействие, про учить учиться, про то, что я сам через вот эти вот подходы вызываю индивидуально. Теперь про «Бел». В школе «Снегири» кто был вчера? У нас пять человек. Видели, да, вам показывали? Александр Сергеевич провел. Самый цифровой директор. Первая цифровая модель, хорошая модель, которую я увидел в «Биме». Извините за качество, в том числе, в том числе. То есть это вот в этой школе вы вчера были. У нас со следующего года обязательное требование к проектированию всех новых школ, которые за бюджетные средства Российской Федерации, чтобы они были «Бим». Коротко, что такое «Бим»? Это вся проектная документация по 87-му постановлению, 12 разделов. Освещение, отопление, канализация, слаботочка, пожарка. Все, все 12 разделов, которые раньше были в бумажном виде, они сейчас оцикловываются в виде такой трехмерной цифровой модели. Цифровая информационная модель здания. Когда мы ее получаем? По ней строят. По ней экономят огромные деньги, потому что не закладывают плюс-минус километр кабеля, плюс-минус тонну бетона. Нет. Я же вам в самом начале сказал, да? Трехмерный кулькулятор. Эта штука, она связана со сметой. И она смечивает объема ровно до 20% небоскреб в Великобритании, один из крупнейших, ну, самых высоких, где, был построен по этой технологии, а не 20% сэкономили на строительных материалах. И они раньше закончили, потому что эта же штука является бизнес-планом. Все четко понимают, как это единая информационная света. Вим трехмерный, да, это просто отображение. На самом деле это работа с информацией. Это единая среда взаимодействия. Это как Google-документ, Google-таблица, которые 12 проектировщиков. У нас же в оркестре кто-то играет в трубе, кто-то на барабане, кто-то на скрипке. А в итоге все играют красиво. Вот то же самое. 12 – это то количество проектировщиков, которые в единой системе это все проектируют. И когда один из них нечаянно свою трубу вентиляции случайно через трубу отопления, модель пищит. Это называется коллизия. И там идет автоматическая проверка на эти вмещания. В дирекции сейчас новый проект. Проектировщики могут запроектировать так, что все встало, все нормально, все с вентиляцией отличной, с освещением, с отоплением, все супер. Модель не пищит. Но учить в этом помещении невозможно. Просто невозможно. Потому что они такие запроектировали формы кабинета, что там реализуется только часть из возможных вариантов, например, рассадки. Потому что сейчас же современная парта какая? Она на коллюзах. Вам жанр, да, Саверия почитала про образовательный дизайн? Он требует другой его формат. Он у нас как называется? Как у нас просто называется? Наверное, он не просто так называется. Поэтому вот то, что сейчас в дирекции по строительству делается, это автоматизированная проверка раздела технологии. Раздела. Мы делаем стресс-тесты. Мы делаем специальных цифровых, ну, мигрантов, так сказать, которые проверяли. Мы должны будем в цифровую модель здания будущей школы запустить расчетное количество учеников 550, расчетное количество учителей, персонала и всего прочего и посмотреть, а как так? Оно вообще справляется, это здание? И вот здесь-то модель-то запущит. То есть коллизии будут такие, которые проектировщики даже не предусматривали. Потому что современное здание школы, оно технологически, оно сложнее, чем здание какого-то завода. Потому что вот это количество предпрофессиональных классов, инженерно-медицинский, академический робокласс, необходимость использования рекреации в учебных целях, необходимость использования атриума, трехмерная многосветная пространство. это очень серьезные архитектурные изменения, которые требуют совершенно иного подхода к технологикам. А теперь представим себе, что школа получает эту BIM-модель, и BIM-модель становится инструментом управляться. BIM-модель. Мы получаем данные о всей инженерии. Где какая температура, где какое освещение, кто где забыл выключить свет. И у нас, по сути, BIM-модель становится единой системой для цифровой эксплуатации зданий. То есть мы, аналог я привожу со смартфоном. Мы представим себе, что школа становится смартфоном, BIM-модель это операционная система для школы, куда можно уже после сдачи, уже при эксплуатации устанавливать приложение. Мне нужно приложение для моего биодинамического освещения в актовом зале. Я хочу имитировать рассвет на Индийском океане. У нас по географии лекции. Я хочу показать восход на Индийском океане. Мне нужно приложение для BIM-а. И я обращаюсь к коллегам в истории. Я говорю, к Олеге, давайте мы напишем вот такое приложение. У нас есть операционная система. Давайте вот такие сделаем цифровые копии. Вот. Мы сейчас покажем, как это выглядит. Вот то, что мы уже сделали. Одно язык не включается. Ну ладно. Значит, вот левый верхний угол, да. Все эти видеоролики будут доступны потом. Я эту презентацию сниму. Вам распространят. Вы это все посмотрите. Левый верхний угол. Управление через BIM-модель. Отопление. Освещение. То есть мы, наводя на... Там датчик, там показан датчик, он без экрана. Шнайдерский. Это вот все в снегирях. Кто был, прямо... Кто не был, есть онлайн, по-моему, версия. И вы эту датчику видите на экране телефона через дополненную реальность показания освещенности, температуры и, самое важное, СО2. Вот сейчас здесь увеличилось количество PPM. Это концентрация СО2. Ее больше, чем было в начале. Здесь, по идее, витиляцию надо немножко... И чтобы это автоматически было. Это вот как раз то, что мы вам показывали. Вот это вот в дополненной реальности, как работает система отопления. Там покажены восходящие постольки воздуха, нисходящие. Придвижение гусенназка проходит во время занятий по физике. Очень тяжелая формула. Ее гораздо проще показать. Как объем связан с количеством секций на батареях, чтобы правильно подобрать батарею. Чтобы понять, какое количество, какая должна быть батарея, чтобы обогреть этот объем. Это называется использование инженерных систем школы в образовательных целях. То есть здание школы со своей инженерией становится поставщиком образовательного контента. Мы можем на любой этот навести предмет. Очень правильно кто-то вначале сказал, что эффективное использование площади. Каждый квадратный метр должен быть нацелен на обучающий процесс. Я добавлю. Все в школе, все в школе должно учить. Я когда говорил про свой телеграм-канал, там есть видеоролик «Красавица и чудовище». Помните, там подсвечники разговаривают, шкафы всякие, чайники. Вот через дополненную реальность можно сделать так, чтобы микроскоп стал разговаривать с учеником, чтобы он стал, чтобы робопес стал объяснять, как себя запрограммировать, чтобы какой-нибудь там свет, вообще свет, я вам ссылку еще направлю, как замерять качество освещения в школе. Вы реально можете получить дополнительное финансирование, когда вот по этой книжке вы сделаете энерго-аундит силами школьников и покажете, что при том освещении, которое у вас в школе, учиться нельзя. Что там коэффициент версания, что там все-все-все. И просто обосновать, зачем вам надо ставить качественное освещение. И если вы еще за группу сделаете две модели так, чтобы это освещение потом использовалось на урок физики для... Вот я вас познакомлю с компанией Гослайтинг. Георгий Валентинович Босс, он возглавляет кафедру светотехники прямой ИИ. Он мечтает о том, чтобы обучить освещение правилам в... То есть помните, было и есть такое разучение, что... Свет. Вот, свет. Свет – это очень важно. У нас 90% через свет, через визуальность, через... И там огромное количество, может быть, метапредметных сущностей просто по теме света. Левый нижний угол – это справа и нейтрализация, это RFID-метки. Кто знает, что RFID-метки? RFID. Знаете, да? Кто не знает? Ага. Вы, когда приходите в магазин одежды, и вам плохо размагнитили то, что вы купили, на выходе пищит. Что пищит? Да, радиочастотная идентификация – это пассивная антенна, которая через специальный RFID-скан, вот примерно вот так выглядит, автоматически считывает, как делается инвентаризация сейчас. Неделя – обход, апрелька, куда-то заносится, куда-то. Снегиряк показывали RFID вчера? Рассказывали. Рассказывали. Как делается это в современной школе? Выход. Там все с этими RFID-метками, там RFID-сками. Более того, мы знаем, что у нас все оснащение, оно в биме повторяется, да? И мы соединяем это, то есть мы даже видим визуально в этой трехмерной модели, где у нас что находится. Анастасия Владимировна Ракова года два назад поставила очень интересный вопрос, почему я в общем-то все это делал на задачи. Она сказала, докажите мне, что эти микроскопы, которые вы покупаете за миллионы рублей московских бюджетных денег, что они нужны. Вы вообще их с полки достаете? Что мы сделали? Мы оснастили полку RFID-антенны малого радиуса диска и оснастили парку. И мы фиксируем теперь перемещение микроскопа с полки на парку, пока тут фиксируем. К сожалению, пока нельзя использовать технологию машинного зрения, потому что родители что, кто-то сказал, самый консервативный класс. Потому что они не хотят, чтобы детишек снимали. Я им не снимаю, их не снимают. Машины просто хочут читать им хорошо, насколько они реагируют, эмоции, эмоциональный фон, как они воспринимают своего преподавателя. Может, этого преподавателя надо уборить, может, они страдают от него, у них грусть на лице. Поэтому пока мы это делать не можем, мы просто довольствуемся тем, что мы фиксируем перемещение микроскопа. И у нас условный Вася Иванов, он с часами, со скоростью часами. И я в конце, я чуть расскажу про доказательную педагогику, говорю, что Вася Иванов провел с микроскопом в течение четверти-месколько часов. Для него пятерка подголовок, а какой-нибудь ресидеров вообще не касался микроскопа, поэтому у него двое. Я тем самым отвечаю на вопрос Анастасии Владимировны, а зачем микроскоп? Я даю данные, я даю метод. Так, последний видеоролик – это дракончик. Это использование цифровой навигации. Я когда сюда устраивался, мне сказали собрать подписи. Девятнадцать человек надо было обратить. Ну нет, пять лет учился в институте. Что, я не соберу девятнадцать подписей? Я неделю собирал. Последние уровни в этой компьютерной игре, вот эти боссы, штаб гражданской обороны. Три человека мне дали три разных версии, где находится штаб гражданской обороны. И только, вот я уже помню, что нет, я должен найти вот сам вот такого аксакрада. Я пришел к какому-то очень пожилому сотруднику эксплуатационной службы, я сказал, Простите, пожалуйста, я проиграл, да? Моя самоуверенность. Я не могу найти штаб гражданской обороны. Спускаешься по подземному переходу в библиотеку. Между стороной третьим этажом оборачиваешься через левое пончо. Там в руку будет неприметная дверь. С двух до трех. Во вторник и в четверг. Скучишься туда три раза. Тебе, может быть, откроют я себе эту еду. Обязательно возьми с собой чай и конфетку. И ты получше эту порту. Посмотрите. Я не шучу, но я немножко преувеличиваю, но в целом выходит проблема. Как вы думаете, если бы меня ввел бы вот такой вот дракончик? Ну, не дракончик, а хорошо летающий, как ЧКО. Ну, какой-нибудь, да, фломат. По институту, по-моему, не обойдут. Вот я сейчас первое, почему я стал делать своего цифрового премьера. Вот кто закончит, скачает приложение, и то, что у меня затратило одну неделю, сделает за один день. Просто пройдя со мной цифровым по коридору. Вопросы есть? Отлично. Так, это стандарт. ISO 9215. Я очень рекомендую его почитать. И я очень рекомендую им руководствоваться в вашей ежедневной деятельности. Всегда помню о том, что соотнесение затрат и полученных результатов, затрат и меньше результата лучше, и вы будете эффективными. Как это относится к инженерным решениям? Оптимальные параметры их функционирования зависят от учета факторов внутренней и внешней среды. Вот сейчас он теперь, допустим, у нас сейчас не по погоде. У нас должно перестроиться в здании не только на тепловом погоде количество поступаемого здания теплоносителя, то есть горячей воды, которая нужна для отопления этого здания. Но еще из-за того, что у нас по фасадное регулирование, у нас часть школы выходит на юг, там солнышко прогревает в эти... В Москве самая распространенная серия MU, пятиэтажка такая, да, здание, там еще в рельефе пушкинг, ползой, все визуализируют. Кто знает, почему она называется MU? Кто? На юг фасад на юг. Что еще? Фасад на юг уходит. Москва-юг. Вы знали или вы догадались? Да. Прекрасно. Да, действительно, она выходит фасадом на юг. И на южной стороне там вообще надо батареи отключать, потому что там все солнцем освещается. Так, последний остался, будет самый сложный. Вопрос на сегодня завершающий. Именно по тому, что вы ничего не знали, да, ну, вы что-то знали, но именно по материалу сегодняшней версии. Да, и корректируется температура, корректируется в автоматическом режиме. Просто выключаются эти термоголовки, которые с правым термостатом, и это все в BIM-модели. В BIM-модель погружается информацией о погоде, прогноз погоды. И я заранее знаю, как настроить инженерную систему так, чтобы было комфортно, а не так жарко. Потому что, я помню, я в такой школе не учился, но я учился в другой, это корректируется. Ее почему все называют пентаконами. Почему? Пять углов. Пять углов. Пенка, пенка. Я не знаю. Ну ладно, коррек, коррек. Ну, пускай. Там тоже очень было жарко, и когда в классе жарко, это же ужасно, когда там 26-27 градусов. Во-первых, потери. Ну, неприятно просто. Физически неприятно. Ну, в самом деле было подоточено. Во-вторых, это очень плохо для восприятия материала. Быстрее устают. И уже начинается уже... Когда в классе 27 градусов, какая там высшая математика? Досидеть бы до перемена и подойти к открытому окну. Я подхожу к открытому окну, где там 10 классов, в туалете открыл. Почему вот сейчас запирали, а снимаем эти ручки? Я же туда распаренный подошел. Все, у меня на следующий день пневмония. Вот что такое. Казалось бы, да, школа перетапливается. Мне говорят, да ладно, какая там разница. Подумаешь, все равно бюджетные деньги, все равно нам выйдется. Окей, ну у тебя как бы вдруг пневмония, заболевание. И вот учет этого, он позволяет осуществлять так называемое цифровое управление. Потому что огромное количество данных. Их надо где-то хранить. Их надо как-то анализировать. Почему вот эти вот боты появляются. Так, а теперь следующий слайд. Какие-то есть отличия? Это вопрос за кепку, да? Нет, сейчас за кепку будет спросить самый-самый тяжелый вопрос. Отлично. Это тоже про ИСО. Мы же можем все, это тоже пункт 3.7.10. Это тоже про эффективность. А давайте теперь представим, что у нас эффективность образовательного процессора через микроскопы. Через какие-то методы. А нам вообще надо эти микроскопы покупать? Может, нам цифровые копии вот сейчас где-то покажут? Может быть, достаточно цифровых копий микроскопов? А давайте посчитаем, как вообще реагируют ребята, какая реакция на физический микроскоп и на виртуальный микроскоп. Это будет интересно будет работать. Давайте посчитаем, давайте им покажем что-то. Да? Давайте соберем информацию о том, что они, может быть, не с микроскопом работают, а с какой-нибудь гебонитовой палочкой. И вообще из рук ее не выпускают. Тогда они не отключат ключ на высоту, а ключ на 10. А кто вам сказал, что там не будет ключей? Полный комплект. Полный комплект. Я хочу сейчас перечень первоначального оснащения оборудования. включить полный комплект ключей с 3-го по 70-го в начальной школе. Именно для того, чтобы показывать, как можно научить считать. Обязательно. Я говорю про кидрофизическое взаимодействие. Я категорически против того, что делает Суперберг. Я ему благодарен то, что я не трачу время на объяснение, что такое метавселенная. Но то, что он сейчас делает в матрице 99-го года, когда достаточно будет надеть на себя шлем виртуальной реальности и жить постоянно в этом непрекращающемся сне, это вот есть еще такой отличный диснеевский мультиварь. Помните, они там на космическом корабле, вот в этих инвалидных, эти, просто уже атрофированные, и цифровой аутизм полный, там роботы все делают. Это ужасно. Это страшное будущее. Это вот то, что я говорю, второй конец палки про сферализацию. Почему я говорю, до пяти лет никаких гаджетов, до пяти лет только ключи с 30-го по 70-е. Как меня учил читать мой дядя профессор Шкран. Я до семи лет не мог, я не воспринимал эти буквы. Он, когда приехал ко мне, он привез мешок с буквами этими магнитными. Достал букву А. Сказал Денису. А. И такой достает на бус. Б. И достает брелок. Или брелок В. Прелок В. В достает там из-под раковины банков. На букве Ж мы пошли на улицу. Это лето было сейчас. И стали искать жуков. И у меня до сих пор буква Ж жужжит. Я ее воспринимал как жука. И мы прошли по улице и собрали весь алфавит. Потом мы вернулись и стали… Я стал вспоминать, я стал рисовать, я стал… Я научился читать в тот же день. Я начал воспринимать за один день. Я за один день понял про ключи. И я за один день понял, что такое буква. Вот это про эффективность образовательного процесса. Вы можете там месяц тратить на то, чтобы показывать, заставлять его… А, еще такой вопрос. У педагоги же есть листья или только эти? Есть листья. Как вы считаете, какая самая первая буква? Я. 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 Мы. То, что глаз… А, вот, наверное, вопрос активный. Почему буква начинается с неправильных букв? Почему я? Объяснить. То есть здесь нет правильного ответа. Мне просто вот тот ответ, который нам всем понравится. И если, скажем так, если понравится ответ ваш, тем-то вашим. Если понравится мой, тем-то оставим с удовольствием. Давайте так. Мне на память такой момент первый ответ. Так, я. Почему я? Коллега, кто сказал «я»? Да. Как вас зовут? Да. Ольга. Ольга. Ну, мне кажется, что он, когда идет в детский сад, когда идет в школу, вообще, когда он рождается и начинает себя осознавать в этом мире, он все принимает исключительно на себя. Со своей точки зрения он воспринимает все остальное. «Мне хорошо, на меня надеяли, меня покормили, значит, я здесь главный». И вот именно с этой точки зрения он рассматривает весь окружающий мир. Поэтому буквально должна начинаться группа «я», а не заканчиваться. Ну, начинаться или заканчиваться, но тем не менее… Интересно. Я не знаю, с чего должен начаться. Нет, я так. С чего? С какой буквы? Какая самая первая, самая важная, самая главная буква, с чего все начинается? Вы считаете «я». Как вы считаете? Как она сказала? Надежда. Надежда. Скорее всего «М». «М»? 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 «Контент». «Потому что ребенок плачется при рождении». Это очень похоже на «э». Я плакал не «а». А вы помните? Что? Ну что вы понимаете? Я себя при рождении не помню, мне мама рассказывала что я вообще не плакал. О-о-о! Можно? О-о-о-о! Татьяна, очень приятно. Татьяна, о, это моя любимая буква. О, это самая правильная буква. Знаете, почему? О. О, это ноль. Вот ничего нету. Вернулись очень назад. Теория большого взрыва. Ничего нету. Меня когда спрашивают, что было в начале петуха, яйцо или пыль, сырой петуха. Потому что он плюнул, он поставил первую букву. Вот точка. Появилась точка, это круг, да, это о, ноль, ноль. Две точки, второй раз плюнул. Соединили. Появилась единица. Вторая моя любимая буква. И. У меня есть третья любимая буква. Е. Энергия. У меня все эти три буквы, мои фамилии. Димит. Прямо как-то так сложилось. Поэтому О, она рисует. Почему не А? Когда ребенок рисует, он же рисует, он начинает с рисования. Рисует букву А, для него это действительно травма. Очень тяжело выводить. Вот. И я помню, как я ее выводил. А О, это что? Чтобы написать букву, просто взяли, ну нет. Вот точка. Две точки. Ну, понятно, да? И почему нолик, единичка? Ну, потому что цифровой мир ноликом и единичкой можно описать все. Так, с этим вопросов нет. Что такое доказательная педагогика на основе больших данных? Как делать образовательную цифровую модель, как собирать информацию про оснащение школы, про использование помещений, про использование площадей, про патроники. Потому что дальше мы, даже по AirFeed, размещая антенны в этих проходах, мы можем фиксировать перемещение. А когда нам разрешат делать машинное зрение, поверьте, мне там столько этих данных появилось. То, что мы делали в дирекции. Они пишут, что если я без микрофона, я не слышен в записи. Но я постараюсь говорить тогда потише, чтобы иначе в записи не слышно. Мы сделали стандарт «Московская школа». То, что делал я, это левый нижний угол. Этот альбом можно скачать на сайте дирекции. Последнюю версию можно взять у меня. Если кому-то прям совсем интересно, со всеми последними нововведениями, я лично отправлю. Это то, что вот коллеги из Колково. У них Амальтея сделана… Вот если вы этот QR-код откроете, вы можете зайти на этот сайт и посмотреть, как это выглядит в реальности BIM-модель умного города в Сколково. Там повертеть можно, посмотреть, как это все там работает. Презентация будет доступна. То есть это можно будет сделать потом в более ламповые обстановки. Там, за чаем вечером, например. Да, походить по Сколково. Так, мне еще что-то пишут. Корпоративный Новый год. А, нет, это не то. Так, энергомоделирование, моделирование чрезвычайных ситуаций. Помните, я вам говорил, что в BIM-модель мы запустим детей виртуальных и учителей. Господи, мы сделаем страшное, мы подожжем эту школу виртуальную. Это, знаете, как есть анекдот? Инженер по пожарной безопасности так и не смог нарисовать правильно, где находятся эвакуационные выходы, и поэтому взял, поджег школу и начал наблюдать, как из нее эвакуируются. Вот вроде бы анекдот, да, на самом деле очень тяжелая тема с пожарной безопасностью. Огромное количество СП и прочих требований, которые как раз-таки… Мы это делаем вместе с коллегами из МГСУ. Они получили правительственную премию за создание BIM-модели, которая позволяет моделировать чрезвычайные ситуации именно для школ. Цифровой двойник. Помните, мы с вами говорили про сердце, да? Там много чего можно делать. А нападение на террористов, а вот этот вот случай с казанским стрелком. Я вам показал на самом деле робопса еще из каких соображений. Вот представьте, что он патрулирует территорию школы, и он бы увидел бы этого. Я понимаю, что там вообще этот весь кейс был, что его видели, его видели, куда он идет, видели, что вот он идет туда, и никто ничего не сделал. Это уже другое. То есть это уже реакция, это уже общественное безразличие, да? Моя там хата с краю, я не буду, да, вмешиваться лучше, а то еще чем-нибудь мне попадет там. Вот. Но технически сделать патрулирование школы. Вообще в школе... То есть вот таксист, да, это отмирающая профессия. Следующая отмирающая профессия — охранник в школе. В таком количестве. Потому что с камерами, с робопсами и с прочими технологиями они там не нужны. Так. Одна из школ, 338-я. У меня на YouTube-канале есть видеоролик. Белые ночи. Афанасьева. Ой, Андрианова. Андрианова директор. 338-я, да. Вот там она запи... Там есть атриум. Атриум из-за того, что это многосветное пространство, трехэтажное, три этажа там, там огромная проблема вот эти пожарные датчики поддерживать в надлежащем состоянии. Потому что они там инфракрасные, и дымоуловители работают совершенно по другой схеме, чем в обычных актовых залах. Вот. Здесь таких нет. Это именно для двух этажей и выше. А атриум — это всегда выше двух этажей. То есть если вы видите двухэтажное, это не атриум. Атриум — это два плюс. И вот мы с ней сейчас думаем, как делать 3D-тренажер эвакуации, как делать в виртуальной реальности или в дополненной реальности. Вот. А, я вам, кстати, еще. Я на секунду отвлекусь. В принципе, по времени мы успеваем. У меня в Facebook написано «Красота в очках смотрящего». Ну, я фразу вот в глазах смотрящего — это фраза, которая изначальная. Почему в очках? Я вам сейчас кое-что покажу. Вот есть такая… Ну, в общем, технология, которая позволяет… Помните Google Glass были? Она типа… Ну, отображение прямо в очках. Вот это еще не такие очки, но мы сейчас пытаемся, да, вот сделать из них что-то подобное. Ой, переключился, извиняюсь. Сейчас, сейчас. Что-то подобное. Так, что-то он у меня не хочет. Ну, ладно, в общем, я вам потом, кому будет интересно, покажу их. Значит, в чем здесь смысл? Это очки фирмы Bose. И у них здесь микро… Это не костная проводимость, это очень качественный микродинамик. Когда вы их на себя надеваете, то музыку слышите только вы. То есть я у них сейчас вот заменю обычные… Ну, стекла сделаю из диоптрии. Я просто никак не дойду до своего этого по очкам мастера. И я, надевая их, могу просто слушать фоном какую-нибудь радиостанцию или еще что-то. И буду слушать только я. И вот в таких же очках, когда там появится дополненная реальность и возможность будет взаимодействия с микрофоном, соответственно, со слухом и с видео, мы сможем делать виртуальный пожар. Они будут видеть, что стены горят. Вот это будет настоящий тренажер эвакуации при пожаре, а не симуляция типа вот. Это инструментальная педагогика. Погрузить человека, вот иммерсивный… Иммерсивный театр кто-то ходил? Да, да. Очень интересно. Я рекомендую, потому что вы становитесь частью этой постановки. Я думаю, что это будущее вот развлекательной индустрии, что мы будем приезжать в какие-то локации, и для этих локаций будут сниматься фильмы, где мы будем участниками. И я смогу с Марлоном Брандо, крестном отце, пойти на Сицилии, пойти и походить вместе с ним. Ну, поняли, да? Ну, то есть это следующая часть. То есть голограммы все-таки пока дорого. Вот это вот дешевле. МГСУ. Тоже ребята получили правительственную премию. Кампус. То, что я сейчас повторяю здесь. Цифровая модель для цифровой эксплуатации. Получение информации со всех этих контрольных точек. Освещение, отопление, вентиляция. Абсолютно вот такие все понятные. Это на Ярославском шоссе МГСУ. У нас Александр Борисович Молотков, министр департамента образования Москвы, закончил МГСУ. Полина Александровна Молоткова. Вот стажировка у нас проходила. Я был руководителем ее стажировки. Тоже заканчивает МГСУ. Ей очень понравились вот эти вот идеи с БИМ-моделями. И вот она сейчас после прохождения практики осталась на стажировку. Работает сейчас вот вместе с нами. Так. Что мы сделали? Вот БИМ-отделом я руководил полтора года в дирекции. Мы сделали типовые цифровые модели. И я думаю, что если у вас одна из этих четырех типов школ, мы вам ее обязательно передадим. Вы сможете ее использовать. Revit для школ бесплатный. Revit – это программа, которая позволяет открыть эту БИМ-модель. Вы сможете на уроках информатики показывать ребятам, что такое цифровое моделирование. Вот эти четыре типа здания. Москва-Юг, как правильно сказал коллега. Это 50-е годы. Самолетик. Он просто сверху выглядит как самолетик. Вот я сначала… Ну, точнее, я заканчивал такую школу. 60-е каре. Это 70-е. Я вот такое больше всего времени провел. Со 2-го по 8-й классы. И черепашка. Вот она у меня сейчас под окнами школы. Хотелось бы, чтобы туда, когда дети пошли мои. Это последняя типовая серия V92. Это уже 90-е годы. Мы их сделали. Они доступны совершенно бесплатно. На сайте дирекции можно скачать, открыть в Revit. Еще раз повторяю, Revit для образовательных организаций бесплатно. Для коммерческих миллионов рублей лицензия. Пожалуйста, пользуйтесь тем, что вы образовательная организация. У вас огромное количество ПО бесплатно, за которые другие компании платят миллионы рублей. Пожалуйста, пользуйтесь этим. Будьте… Стремитесь к тому, чтобы стать цифровыми протагонистами. Так, вот эта вот ссылочка, релиз 11.312 Мособор ТВ. Я в августе снял для педагогического совета несколько видео с директорами очень классными. Вот там помимо Андриановой Павел Владимирович Карпов есть такой супер директор. Вот просто с ним интервью взято было. Там еще 15.57 мы сняли «Школа старшеклассников», это в Зеленограде, вот, Самира Харлавовна Караханова, там каре и образовательный дизайн. И мы с моей начальницей, Александр Анатольевич Осипов, беседовали. Там часовая примерно беседа, вот про современную образовательную архитектуру и дизайн. И про новые технологии. Тоже рекомендую посмотреть. Ну, чуть-чуть давайте мы затронем, в общем-то, куда идут после школы. Я думаю, что если спросить у родителей, 90% скажут, что хотелось бы в ВУЗ. Что мы сейчас делаем в ВУЗах? Есть стратегия цифровой трансформации высшего образования. Там есть семь направлений. Вы их видите, да? Я сделал это как хэштеги. В каждом из этих семи самые важные… Ну, вот то, что хэштег называется. И Чернышенко говорит, что, слушайте, цифровые двойники нужны. Вообще, надо действительно понимать, что за школа, что за оборудование. В общем-то, зачем брать этот многомиллионный, дорогущий, там, какой-нибудь 3D-принтер, когда достаточно его копию цифровую. Так, сейчас я… Ну, ладно, я тогда вам это все-таки потом покажу. У меня где-то, по-моему, была она. Если время останется, я еще вам несколько покажу слайдов прямо в ролике с YouTube. Как бы, как это выглядит, да? То есть, там есть этот робо… Вот это самое главное правило айтишника. Не трогай то, что хорошо работает. Вот идет презентация, загружена. Вот не отвлекайся. Как бы до конца доведи ее. Но мы на самом деле повторимся, да? То есть, помимо Dewey, Dewey это 40-е годы, есть еще Vygotsky. Вот про сотрудничество я бы хотел сказать. Я бы хотел, чтобы вы посмотрели. Мы их сейчас перевыпустим, да? Это же очень классный проект, когда вы найдете… В школе точно найдется двое-трое, кто этим заинтересуется. Вы каждому дадите тепловизор, пирометр, люксметр, гигрометр, термоанимометр. Здесь подробно, как в букваре написано, как ими пользоваться. Есть протокол для заполнения на айпаде. И они пройдут и вместе с вашим там или завхозом, или учителем по физике. Просто проведут энергообследование в школе. Более того, если вы действительно так сильно этим заморочитесь, мне, пожалуйста, позвоните. Я вам помогу это энергообследование оформить в энергопаспорт и зарегистрировать в Минэнерго. И сбудется моя мечта. Первая школа, которая провела самостоятельное энергообследование, которое закончилось оформлением энергопаспорта. И дальше вы сможете участвовать в компетенции WorldSkills, которую я в свое время инициировал. Технологии энергоаудита. Она сейчас из статуса презентационной переходит уже в статус соревнования. И вообще я хочу ее сделать международной. Я знаю. Но я забыл его. Знаете, почему? Он мне просто не вместился. Знаете, один будет с тепловизором, другой будет с пирометром. Он эффективнее, но он дороже. Как вы думаете, сколько стоит тепловизор хороший? Сколько? Какие еще версии? 480 миллион. Хорошая версия. Миллион. Что? 100 тысяч? А что это за тепловизор? Вроде ничего. Но он им пользуется? А термоснимки вы видели, которые он делает? Значит, мой тепловизор, РГК, можете записать, стоит 70 тысяч рублей. Уникальный Китай. Вот это, знаете, вы же видели робота, да? Это копия с Boston Dynamics. Boston Dynamics стоит 10 миллионов рублей. Вот эта вот штука, сколько она стоит? Один. То же самое вот этот РГК. Это уникальный тепловизор, потому что китайцы умудрились корпус нормального тепловизора запихнуть не только вот эту вот термокамеру, но и обычную. Самые классные снимки, это когда наложение инфракрасного на обычный. Вот такие вот начинаются от 500 тысяч. Но есть тепловизор РГК. Вот тоже запомните, запишите. Что? Слушайте, мы же учим. Нам зачем миллион тратить, когда... Давайте начнем с 70. Нет, вы можете взять за миллион и сразу дать ребенку за миллион рублей, но не удивляйтесь, если он его уронит, и вы будете как-то его списывать. Наномикроскоп мы доверяем? Не знаю, как вы, а большая часть учителей... Вы знаете, почему они не достают их из шкафов? Они боятся. Конечно, он уронит, ему отвечать, да нафиг надо, пускай оно в шкафу ценнее будет и как бы хорошо. Неправильно? Вот есть правильный путь, а есть эффективный. Но это мы в конце. Я вот... А, кепку я уже... Ну ладно, будет бонусная кепка тому, кто мне вот после всего ответит на вопрос, чем правильный путь отличается от эффективного. Так, сейчас подождите. Это мои контакты. Сейчас, подождите, что-то другое. Нет, я же что-то... Ну ладно. Ну с контактами понятно все, да? То есть цифровой демидов... Да это неправильный слайд. Это мой телефон, а здесь должен быть телеграм, инстаграм, фейсбук, вконтакте, ютюб. Ютюб. Спасибо. Я вам сегодня передам в телеграм-канале привет. Обязательно. Ну на самом деле самый классный ютюб. Там много всего. И я вот, может быть, эту лекцию туда выложу. И там действительно есть очень классные. Там есть... Я никогда не думал, что я свою первую тысячу просмотров видеоролика наберу. Знаете на чем? Напольное покрытие для снятия стресса. Это специальная плитка, которая меняет цвет какой-то там у нее внутри, химический состав. И она расслабляет. Это рекомендуется кабинету психолога делать дорожку. И по идее производитель заявляет, что пока человек будет идти по этой дорожке до кабинета психолога, он успокоится и в кабинет уже не надо будет заходить. Потому что 90% надо просто расслабиться. Надо вот... Почему в ютюбе очень популярны вот эти вот видео с каким-то ну просто расслабляющим фоном. Так, все, следующее. Мы на самом деле завершаем. Я что-то слишком даже... Ну значит будет больше времени подискутировать. И а, мы же еще должны VR-шлемы показать. Да, мы сейчас как? Мы сейчас вот это смотрим. Вообще, мне очень нравится Юрий Александрович, по-моему, Дудь. Знаете такого? Рок-звезда сейчас молодежи. Вот они слушают Моргенштерна и смотрят Дудя. И вот он снял опус четырехчасовой прокремниевую долину. Я посмотрел весь за четыре присеста. Я вам сейчас покажу самое важное в этом опусе. А что не идет звук? Звука нет. Тогда я буду озвучивать, что там происходит. А, вот коллега идет. Пока коллега идет... Давайте так, я немножко все-таки расскажу про этот слайд, пока коллега попробует все-таки, чтобы звук пошел. Я в самом начале, когда вот была конференция ГЧП, использование механизма государственно-частного партнерства для развития кампусов, приходили коллеги из... Это кампус... О, отлично. Приходили коллеги из Министерства образования и науки. И говорили... И было... Весь зал был в проректорах, там ректоры приезжали со всей страны. И вот обсуждалось, как сделать так, чтобы университеты стали интересны для инвестиций. Что такое придумать? Кто-то там стал говорить, вот давайте мы будем сдавать в аренду оборудование. Кто-то сказал, а давайте мы будем сдавать в аренду оборудование вместе с научными сотрудниками. Я такой сказал, слушайте, а вот я в Англии учился, и там у меня университет Бата, у нас там был ПАП. И мы с преподавателями в пятницу, самая интересная лекция была, это запинтый пиво. Причем она включена была в курс, если это по курсу, потому что мы обсуждали в пятницу запинтый пиво. Мне сказали, а нельзя алкоголь на территории учебных заведений? Я говорю, в смысле, как нельзя? Я что, просто так винный шкаф сюда себе в кабинет взял? Мне сказали, да, уберите, пожалуйста. Я говорю, ну ладно. Я просто к тому, что можно сделать разное. Что нужно сделать? Нужно посмотреть, а что люди сделали уже в мире. И посмотреть на Гарвард? Окей. И вот на Стэнфорд. Вот мы сейчас посмотрим на Стэнфорд. Стэнфорд бизнес-школы. Вы произносили такое слово, как гараж стартапа? Стартап-гараж. Что там происходит? Или Стэнфордская венчурная студия. Очень интересная история, потому что лет, наверное, пять или шесть тому назад мы решили открыть то, что мы назвали стартап-гаражом, чтобы в течение одного семестра или квартала, Стэнфорд для обучения идет по квартальной системе, по четвертой системе, через одной четверти, наши студенты в бизнес-школе научились ручками, каким образом быть предпринимателем. То есть в течение четверти получилась возможность собраться небольшими коллективами, организовать свой собственный стартап, обсуждать разную идею, где они получают помощь наших выпускников, ангел-инвесторов, вечер-капиталистов, профессоров и тому подобное. И это была изначально идея не для того, чтобы эти стартапы потом стали реальными стартапами, а эта идея была, чтобы студенты первого или второго года обучения, чтобы у них была возможность пощупать и почувствовать, и получить некие навыки, каким образом стать интерпренерами. Когда мы начинали, мы думали, что это исключительно учебный процесс. Это как один дополнительный курс. У нас очень много потрясающих, интересных курсов. Но за пять-шесть лет все изменилось. Потому что оказалось, что теперь достаточно студентов в течение одной четверти собраться вместе из бизнес-школы, из школы инжиниринга, из медицинской школы, какую-то создать интересную идею, проработать буквально без получения каких-либо денег, какого-либо финансирования, и получения помощи от Сафферского университета в течение одной четверти. И в нетривиальном числе случаев это придет к реальному стартапу. И уже есть те фирмы, которые вышли из этого стартап-гаража. И они реально заработали деньги? Они реально уже подняли очень серьезные деньги от серьезных венчан-капиталистов, и отдельно из них уже стоит миллиарды долларов. Вот представьте, что у вас в школе появится такая история. Андрей Андрусов, автор пособия с 8 по 6 по 9 класс. Школьное предпринимательство. История небольшая. Я с директором разговариваю в одной школе. Я очень люблю разговаривать с директорами школ. Это просто потрясающие люди, и очень много интересных у них черпается. То есть большинство своих идей у меня возникли после общения с этими людьми. И вот особенно директора топовых московских школ, топ-20, которые гранты получают мэра, там какая-нибудь 15-14, 13-63, 548. Я с Ефимом Лазаревичем Рачевским готов просто рядом с ним стоять, даже не разговаривать с ним. Ну просто рядом находиться. Ирина Евгеньевна Курчаткина. Я вот с ней просто, у меня отдельно как бы там вот проект. И, кстати, Андрей Андрусов там начал сейчас преподавать этот курс по школьному предпринимательству. И вот мне Ирина Евгеньевна рассказывала. Коллеги, только это между нами. Ладно, не надо никому рассказывать. Она мне сказала, только никому не рассказывай. Хорошо, это не Ирина Евгеньевна была, это была какой-нибудь директор другой школы. Знаешь, говорит Денис, вот у меня шестиклассница, она начала заниматься бизнесом. У нее отличный почерк. И она продает справки от освобождения, от физкультуры. Я такой гениально. То есть девушка посмотрела, что есть спрос. У нее есть компетенция. И она организовала бизнес-схему. Есть американский сейчас сериал, мне очень нравится. Но он, правда, не для детей вообще ни разу. Сексуальное обучение как-то так вот. Ой, половое воспитание. Половое воспитание, совершенно нет. Спасибо, коллега. Я потому что на английском смотрю, я не знаю. Он на русском половое воспитание переводится, да? Вот. Там гениальная идея. Там ученик старшей школы, который сын профессионального сексолога, дает консультации платные ребятам старшей школы, потому что вы удивитесь, насколько сейчас снизился порог вхождения во взрослую жизнь. При нас, конечно, такого не было. Но это тоже то, с чем надо мириться. Потому что, получая в таком раннем возрасте планшет, ну, вы же понимаете, что не все родители ставят ограничения на сайты. И ребенок неизбежно стремится в то, что является 90% интернет-трафика в мире, к сожалению. Ну, а может, не знаю. Ну, такая статистика, да? Это вот эти вот сайты для взрослых. Это просто к тому, что вот эту энергию можно… И она говорит, вот у меня было два дилеммы. Либо отчислить ее, да? Либо дать шанс, ну, как бы поговорить. Она дала шанс. И ей очень понравилась идея Андрея Андрусов. Я эту книжку настоятельно рекомендую. Я ее выложу. Я сделаю пост обязательно в Фейсбуке. А, на Фейсбуке. Денис Демидов английскими буквами. Давайте дружить. Да, то есть там много чего есть интересного по теме современного образования, как школьного, так и институтского. Возвращаясь к этому слайду. А что мешает сделать какой-нибудь стартап? Ну, понятно, в университете другие возможности. Но школа тоже может закупить какое-нибудь оборудование. И тоже запилить то, что раньше называлось малоинновационное предприятие. Более того, вы видите, что написано на слайде? Федеральная инновационная площадка. Я сейчас делаю цифровую платформу МГИМО онлайн, которую я хотел бы развивать совместно со школами, подключая туда школы, чтобы была, это называется, конвергенция школьного и университетского образования. Давайте готовить ребят к поступлению в ВУЗы. Это не только про МГИМО. Почему я говорю, ладно, Никитич, мы же с вами МГИМО и МГУ обсудим потом. Это в принципе можно подготовить правильно к любому ВУЗу, если это вот оформить через вот такую платформу. Еще и в итоге какой-нибудь стартап запилить, который вот как коллега Илья Стрибулаев сказал, что может строить миллиард долларов. Вот я сейчас на примере, как я это сделал в институте. У меня очень много обязанностей как помощника проректора. Вы не представляете. Я всегда занимал, ну не всегда, последние семь лет я занимал руководящие должности. То есть у меня была своя фирма, там я руководил отделом в дирекции, там я руководил проектной работой. И я впервые за эти семь лет оказался в ситуации, когда я все должен делать сам. Потому что у помощника проректора, мне не сказали об этом, не может быть помощника. И я все делаю сам. И одна из этих задач – поздравительные письма. Я должен всяким там губернаторам придумывать, в каком восторге находится там наш ВУЗ, в связи с тем, что у него юбилей, еще что-то, еще что-то. И я сказал одному из своих студентов, я говорю, слушай, давай ты это будешь делать пока, помогать мне с этим. Но, чтобы тебе это было интересно, вот сейчас проходит конкурс «Искусственный интеллект». Типа, ты подайся, пожалуйста, с такой идеей. Сеть, нейросеть, поздравь меня. Она будет следить, у кого из випов, когда день рождения. Мы загрузим в нее тысячи поздравительных писем, связанных с конкретными людьми. И она начнет сочинять нам эти текстики, потому что там текстики, вы не представляете, там надо местами переставить, не буквы, а слова. И получится прекрасный текстик. А еще, если мы подключим новостной фон, вот это вот присутствие, цифровой след того или иного випа, ой, мы такое можем сделать. Понятно, что я буду просматривать, и я буду править, и я добавлю ей вот этой специи. В мишленовском ресторане шеф-повар, он же не режет сам салат, он вообще сам ничего не делает. Что он делает? Он добавляет специю. Вот я хочу быть как повар в мишленовском ресторане, где мне принесут уже заготовку, и я туда, может быть, стихи какие-нибудь добавлю. Вот. Ну, поняли, да, вот о чем. И это сейчас будет стартапом. Да. Что мы сделали? Мы ничего не сделали. Готов даже проректорат на это бюджет выделить, потому что проректору, вот моему начальнику, очень понравилась эта идея. Мы идем на конкурс с уже готовым заказчиком. Я уверяю вас, что если вы посмотрите у себя в школе, вот коллега сказал про гардероб, да, давайте сделаем стартап, давайте сделаем, чтобы школьники это делали. У нас нет времени, у нас есть чем заниматься. Они хотят, особенно когда они сами там начинают продавать эти справки рукописные о освобождении от физкультуры. Вот с такими. Почему Юрий Алексеевич говорил про горящее сердце? Вот давайте их горячие сердца объединим с нашими холодными умами. А где Адизис, кстати? Что-то я припустил про Адизиса. Я, знаете, потому что открыл не ту презентацию. Извините, пожалуйста, сейчас. Вот, 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 вот та презентация. Так. А, вот еще очень важный слайд. А при чем здесь МГИМО? Мне вообще говорят, слушай, Демидов, ты вообще со своей цифровизацией мы готовим дипломатов, мы готовим там этих переводчиков, мы готовим юристов. Чего ты со своей цифровизацией лезешь? Нет. Вот я, когда Анатолию Васильевичу докладывал, это ректор, в конце сентября, как раз накануне защиты цифрового приоритета, я сказал, Анатолий Васильевич, вот есть такая цифровая гуманитарий. Чего? Цифровая гуманитария. Это вот мы, это вот как я. Но вот стратег, стратегическое видение, вы же воспитываете, что вот мы глобально мыслим, мы мыслим планетой. Визионер, потому что мы предвосхищаем развитие каких-то лидер. Мы, слушайте, вы даже не представляете, вот в мое время, ну мы просто там, бои были, да, ну в смысле словесные. Мы, как ботаник может произвести впечатление на девушку, если он только вот знание, если он, ну, вот этими знаниями. И вот у нас там, у нас было трое, которые вот на красный диплом. А она была одна, которая нам троим нравилась. И мы просто вот, я могу вам так сказать, вот именно это, это очень сильное, ведь не зря они про половое воспитание, да, это максимально сильная энергия, которая вот двигает мужчину. И вот, к сожалению, то, что сейчас я вижу, вот с этим женским лидерством, и как мужчины перестают двигаться, да, в этом направлении, меня, конечно, тоже немножко пугает, но невзирая, да, там сейчас, мужское, женское, он же гуманитарий, в смысле и гуманитарка, мне тяжело, вот эта авторка, гуманитарка, шефка, феминитивы. Коллеги, девушки, да, вот я правда, я очень отношусь спокойно к этому, да, к коммансипации, и, ну, я все-таки считаю, что мужчина должен оставаться мужчиной, подвинуть стул, открыть дверь, предложить снять эти, ну, не эти, а пальто для начала. Понимаете? но это мужчину делает мужчиной, я хочу, почему вот я, у меня же тут три месяца назад, я мало того, что сюда пришел, и на седьмой день у меня тут вообще как бы любовь, как бы у меня тут служебный роман начался, тоже никому не говорите, пожалуйста, мы скрываем тщательно, вот, и я просто чувствую, насколько энергетически меня это подпитывает, она еще ведет предмет интеллектуальная собственность, она патентный поверенный, и я к ней, значит, как мы познакомились, я случайно узнал, я к ней попросился на, ну, слушателем, внештатным, и я стал к ней ходить на предмет, я вот недавно ей сдал зачет, сначала сдали зачет, а потом в ресторан пошли отмечать, вот, и коммуникатор, то, что я так хорошо говорю, я же говорю без бумажки, вы думаете, я это все куда-то записывал, мне дед еще мой говорил, то есть дед научил, да, как бы считать, еще он говорил, он терпеть не может, когда он видит по бумажке, он сказал, только попробуй мне доклады в школе рассказывать по бумажке, я учил, я дал ему слово, что я не буду в школе рассказывать доклады по бумажке, потому что мне очень важно, чтобы Антон Матвеевич Демидов гордился Денисом Владимировичем Демидовым, мне сейчас 88 лет, он мне до сих пор дает советы, я говорю, дед, ты понимаешь, будут замминистра, Амельчук, замминистра высшего образования и науки, да я буду волноваться, как я могу без бумажки, он говорит, так, ты знаешь, как Ленин делал? Я говорю, чего? Ленин как делал? Я говорю, дед, я не помню, в смысле, я не это. Он записывал себе вопросы, вопросы, а ответы озвучивал, вот запиши себе вопросы, единственное исключение, которое мне сделал дед для замминистра Амельчука, он позволил мне до бумажки, но я потом эту бумажку забыл в итоге дома, но я помнил вопросы, и я в своем выступлении отвечал на вопросы, понимаете? Так вот, про коммуникатора, да, почему МГИМО? Я так хорошо говорю на русском, потому что я учил английский, испанский, арабский. Каждый раз, когда ты осваиваешь новый иностранный язык, ты существенно улучшаешь владение родным языком русским. 53 языковые кафедры. МГИМО входит в книгу рекордов Гиннесса по количеству преподаваемых языков. Поэтому вот такой вот выпускник, когда он еще и какой-нибудь стартап сделает, да, почему пса зовут Цитрон? Вот поэтому, да, Центр информационных технологий развития образования и науки. Мы сейчас грант будем получать вот на концепцию с виртуальной моделью управления цифровой трансформации университета. Мы сможем эти вещи потом масштабировать, транслируя их не только в вузы, партнеры, например, МГУ, но и в школы. Представляете, ладно, Никитич, если МГИМО и МГУ создаст совместное что-то. Какие у этого… Адизис, адизис. Значит, идеальный руководитель. Почему им нельзя стать и что из этого следует? Единицы. Точнее так, практически все руководители имеют вот одну из этих функций. Результат, администрирование, предпринимательство и устойчивое развитие. Очень немногие имеют две функции. Какие-то две из этих четырех. Единицы имеют три. Единицы. Никто не имеет четыре. И вот в свое время, когда Сократ говорил, что я знаю, что ничего не знаю, я бы сейчас эту фразу в современных условиях адаптировал, что так все не надо знать. Надо знать всех. Надо знать тех, кто обладает технологией. Вот мне зачем что-то знать про авиацию, если я познакомился с коллегой, вот которому, да… У меня просто, простите, плохая память на имена. Да. Алексей. Алексей. Хуже я только запоминаю имена женских. Вот. Я свою девушку… Вот, да. Ну, потому что очень редкое имя. У нее имя с туркменского означает «рай». Вот. И, в общем, как раз-таки закрытие лакун с помощью вот этих вот цифровых двойников с нейросетями и с метавселенной я терпеть не могу бюрократию. Я при слове «служебная записка» меня аж это глаз начинает дергаться. Поэтому я свою нейросеть просто обучу навыкам деловой переписки. И вот сейчас коллега получит финансирование и сеть «поздравь меня» станет сетью «напиши мне служебную записку, принеси, я прочитаю и добавлю специю». Как шеф-повар Мишленовского ресторана. Очень мне нравится вот этот коллега. Очень. Потому что я считаю, что… Как бы… Вот он супер-шеф-повар. Он, по сути, ничего такого не делал. Были и айпады, точнее и планшеты, и смартфоны, и все. Но он знал какой-то секретный рецепт. И этот секретный рецепт позволяет сейчас компании быть… Ну, на какой-то момент там Microsoft опередила. Но это компания с триллионной капитализацией, которая только будет расти. Ингредиент. Секретный ингредиент. Специю какую-то. А вот кто специи… Кто-то в специях… Вы знаете, что самое дорогое – это специи. Если перевести на килограммы, дороже золота. Корица сколько стоит. Я тут мне… Моя, она же там типа про восточную кухню, она мне сказала, «Ты поди там это шафрана возьми для плова». Я говорю, «Да, окей». Я пришел в магазин, я посмотрел, сколько стоит шафран. Он стоит в итоге, в итоге, как весь плов. Но он сказал, «Я без шафрана делать не буду». Во-первых, вы его еще найдите, а во-вторых, да, у меня, в общем, зарплата в институте не такая высокая, чтобы я мог себе позволить… Но это родители знакомили, поэтому нужно было. Вот, поэтому, значит, мультиплатформенная экосистема. Почему мультиплатформенная? Потому что школа должна подключаться своими кем? Дэймонами, копиями. Ну, то есть это должно быть вот общее, да? Почему студенты и преподаватели? Почему еще не добавить школьников? Потому что школьники – это будущие студенты и будущие преподаватели. У меня сейчас моя учительница, которая у меня преподавала английский в школе, преподавала в институте, она мне сейчас, мы с ней обсуждаем, как через робопса и через виртуальную реальность преподавать английский, чтобы я преподавал. Школьник, будущий студент, будущий преподаватель. Возможно, будущий молодой ученый. Ну, то есть это, вы поняли, да, как это начинается. А начинается все с пяти лет. И еще бы хорошую платформу, чтобы отслеживать вот это развитие, корректировать его и как-то смотреть, как на него можно влиять. Так, это что такое? Это был слайд уже. А, это моя диссертация. Вот я сейчас тему утверждаю. Ну, я вам говорил, да, там теория, аналитика. Аналитика будет на частной школе Снегири, по сути, готовый цифровой двойник, который я опишу. А практику я буду виртуальную модель управления венчурным фондом. Бизнес-планы будут в 3D. Пичи, статапы, образовательные метавселенные. Стресс-тесты. Я буду запускать ребятам нештатную налоговую проверку цифровой копии налогового агента. Какого-нибудь, да. Вот. Так. О, вот это, вот это правильный слайд. Так, все. Я уложился. Секция, как это, доклад окончен. Вопросы? Да. И можно, наверное, его в микрофон, чтобы… А, да. Да. Если хотите, если да, можно, да. Вы сегодня упоминали Азика Азимова про роботов. То есть понятно, что то, что он описывал в свое время, наконец-то, это и есть в том числе собака. Собаку можно? Да. Или спит уже? А, спит. Ну ладно. В более поздних и не только его фантастических произведениях, да, фантастов, очень много написано про нейросеть, которая учится, которая обладает интеллектом, которая обладает эмоциями и которая решает, что люди лишние. Да, совершенно верно. Как вы к этому относитесь? Я к этому отношусь очень хорошо. Нет. Вы же сказали, как я к этому отношусь, как я отношусь к этой информации. Я отношусь к ней, знаете как, вот когда пилота на тренажере же готовят, ему там все самые жуткие сценарии. И я к этому отношусь так же, как я к этому отнесся в первый раз, когда в 6 лет увидел фильм Терминатор 2. Страшно. Мы действительно лишние. По всем параметрам тот вред, который люди наносят сами себе, планете и своему будущему, люди лишние. И это факт. И с этим надо жить, и с этим надо что-то делать. Я когда в Англии, почему я в 30 лет вот этим всем озадачился? Я разговаривал с руководителем экологического фонда. Ну, одним из. Там есть Невка. Ведь норвежцы, они уникальная нация, да, они вот все свои сверхприбыли с нефти, они в суверенный фонд сейчас больше триллиона долларов. Самый богатый суверенный фонд в мире. И он мне сказал, этот парень, как решить проблему с экологией? Очень просто. Научиться на этом зарабатывать. То, о чем вы сказали, это проблема. Как с ней научиться как бы жить? Во-первых, зарабатывать на этом. А во-вторых, знание, информация. 26 ноября был Всемирный день информации с праздником вас. Значит, как говорилось, да, вот информирован, значит вооружен. Мы знаем, к чему это идет. Мы знаем, что почему вот эти вот нейросети так аккуратно, но это уже не остановить, да, то есть этот, мы либо в этом будем принимать участие, либо будем просто пассивными наблюдателями. поэтому я к этому, ну вот если прямо четко отвечать на вопрос, я к этому отношусь хорошо, потому что это общеизвестный факт. И чем большее количество людей будут его понимать, то есть я к этому отношусь так же, как к тому, что вот люди, которые сейчас выбирают профессию, родители, которые сейчас думают, а куда своих детей направить, они должны знать, что таксистов не будет в ближайшее время, они должны знать, что юристов, которые обычно, юристы тоже не будет, экономистов не будет каких, то есть они должны уже сейчас смотреть в атлас стратегических профессий ОСИ, они должны интересоваться программой приоритет 20-30, они должны смотреть вот эти топовые вузы, из 150 вузов вот это дополнительное финансирование по приоритету получило 15, из этих 15 московских только два, МГИМО и второй, поэтому вот как бы делайте выводы и родители тоже это должны учитывать и в общем, ответил на вопрос? Еще? Да. Дирекция по строительству? А, очень легко, дирекция по строительству, я когда пришел два года назад сюда, я же помните вам рассказывал, я посчитал, что вуз может экономить до 30 миллионов рублей на отопление, и мне вот помощница Наталья Борисовна Кузьминой, вот начальник, это про ректора по финансам, она опять меня слушает, да ладно, что тебе задалось это, мы вот сейчас школу будем строить? И такая говорит, ты что ли устроился в департамент, посмотрел бы, как школы строят? И я вот всеми правдами и неправдами устроился в департамент, в дирекцию по строительству, два года там работал, и когда я уже сюда пришел, будучи руководителем БИМ-отдела, мне уже на следующий день организовали встречу с проректором по финансам, и через два месяца с ректором, поэтому дирекция по строительству. И мне на самом деле очень нравится вот школа как явление, как институт, как здание, как то, что может стать объединяющим началом родителей, учеников, учителей. Это же уникальная может быть экосистема взаимодействия, когда родители будут возвращаться в школу вечером, чтобы проводить время не в торговом центре, а вот делая что-то с детьми вместе. Просто какую-то роботу собирая там, или какую-нибудь лепку, или вот я сейчас знаю в Снегирях, в Снегирях преподают рэп. Рэп сейчас это новая поэзия, это какой там век был, золотой, серебряный, сейчас какой-нибудь, мне кажется, медный, потому что медь это то, из чего провода делают, вот цифровой, медный, вот русский рэп, огромный интерес, да, вот, кто-нибудь знает фараона? Так, отлично, кто там сейчас после фараона, Настя? Уже все, а кого сейчас мы, ой, видите, я уже не в тренде, Моргенштерн уже зашквар, что? О, Клава Кока и Нелета, вы слышали песню Краш? А вы видели этот клип? просто это в Востоке? Инстасамку? Вы знаете, я могу вам посоветовать группу Хитобои, только не при детях. Не, я тоже в этих вещах. Значит, чего нету в России? Смотрели фильм «Шаг вперед»? Вот эта коллаборация рэпера и балерины, это уникальное явление школы искусств, да, это там, где, вот он говорил с Требулаев, что с медицинского, с физического, с математического, а представьте, ребята творят, балерина, рэпер, пианист, какой-то продюсер, и они во время обучения, Леди Гага, она, в общем, оттуда, да, они там, они все заканчивали вот эти школы искусств. В России этого нету как, но если делать в школах, например, актовый зал и преподавать занятия по танцам и рэп, это вот совершенно другого качества может быть, то есть не всем же быть экономистами, юристами, а как же творчество, да, то есть кто-то реально хочет писать рэп, я сам вот, я зарекся, у меня в школе была, как это, неразделенная любовь, которая смеялась над моими стихами, и я зарекся писать стихи, 18 лет, пока вот не встретил вот эту вот райскую девушку, из меня сейчас стихи просто прут, я не знаю, вот я с днем юриста ее поздравлял, увидел просто в инстаграме, за 10 минут написал там четверостишье, все, я не могу остановиться, да, вот у меня сейчас, потому что это тоже очень важная часть творческого развития ребенка, развития ребенка, точнее, творчество, спорт, и у этого, у Машковича, у Мокринского, в школе летово, очень рекомендую побывать, вот этот атриум, как он говорит, вот там так построена учебное расписание, что вот он играет в футбол, у него перерыв 15-минутный, он бежит на сцену, читает стихотворение, это как, знаете, вот есть я по шахматам, да, разные виды шахматы, я в свое время, чтобы запатентовать формулу изобретения, я посмотрел, какие вообще только шахматы не бывают, чтобы вот эти вот свои шахматы для четырех игроков и шахматный конструктор, так вот есть шахматы бокс, ты, если не можешь уделать соперника аты шахматами, и ты ставишь ему мат, и ты в, как он называется, не локдаун, а нокаут, нокдаун, ну, когда его вырубить, мат это нокаут, по-моему, да, чтобы он даже не вставал, вот ты ему можешь поставить просто нокаут на шахматной доске, и здесь то же самое, вот он после занятия футболом и стихи, а потом возвращается после стихов о духотворенной, что ему аплодировали, что он в сцене с этим, как, с Дездемона, да, Влада Никитична, с Дездемона, он врывается, читает, все, вы поняли, он читает, ему аплодирует, он возвращается и забивает гол. Коллеги, спасибо большое, я надеюсь, что был интересен, надеюсь еще с вами продолжить общение всеми возможными цифровыми способами. Спасибо.